Всем привет! С вами подкаст UwebDesign. Сегодня 13 сентября 2016 года, выпуск номер 95, время 20 минут 11 по Челябинску. Всем привет! У нас, как обычно, уже практически почти в сотый раз для вас громкие темы. Как притворяться крутым дизайнером? Почему стоит все-таки подучить ванильный JavaScript? Распространенные ошибки WordPress разработчиков. Погнали! Мне, знаешь, мне каждый раз нравится, что ты запоминаешь наизусть громкие темы. То есть ты развиваешься в этом подкасте, как наши слушатели. Ты имеешь в виду, что у тебя-то там подсказочка открыта? Я читаю постоянно, по бумажке практически. Ты видишь, что ты две говоришь, я одну. Возможно, две запоминать я бы не потянул уже. Это непосильно слишком, и оно. Но и опять же, для тех, кто непосильно все еще не знает наши устои, как бы я их назвал, подкастовые, это в прошлый раз мы с ними, мягко скажем, обосрались. Мы не назвали нашу тему классическую, которую мы на uvdesign.ru постим для ваших комментариев. Тему для тем, ты имеешь? Тему для тем, да. Это вот прям действительно так и называется. Тема для тем. Прям постик, который появляется на uvdesign.ru. Заходите, смотрите, и прям к свеженькому в сайтбаре, всегда в сайтбаре, свежая тема для тем. Да, можете предлагать то, что вот вам интересно, чтобы мы про это сказали. Да, кроме этого, все эти темы, они потом в описании подкаста на самом сайте. То есть я здесь вот выбираю подкаст, в шапке жму там последний. Здесь есть все темы со ссылочками. Кроме этого, на самом ютюбе тоже под описанием к видео есть все темы. И очень часто пишут, это я один такой тупой или все не знают, что есть тема. Вот я вам скажу, что здесь ставим кодами, есть все темы. Можно прям не слушать там те темы, которые вас не интересуют. Сразу переходить на нужные, прослушивать их и ставить пальцы вверх, оставлять комментарии. Такого немножечко подкастового UX-а вам в начале выпуска. Ну и да, пишите нам, оставляйте комментарии. Мы, в принципе, почти все стоящие темы мы пытаемся так или иначе включить в подкаст. Но так как в прошлый раз мы забыли это сказать вам, новость вот эту о том, что представляете, у нас есть тема, а вы-то и не знали. То оставили только самые любопытные, самые такие... Самые постоянные наши слушатели, скорее всего. На которых можно опереться. Мы даже там одну зачитаем темы. Да, мы одну... Тут были такие, как тест, 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 я отвечаю на такие. Были 1, 2, 3. Вот, то есть, если мы... Причем обычно, когда мы говорим про тему для тем, таких комментариев нет. То есть, тут, возможно, от безнаказанности люди начинают творить всякое. Писать 1, 2, 3. И как-то даже, я не знаю, хорошо это или плохо. Вакханалия была. Ну да. Да, блок дизайн. Да, переходим сразу в блок дизайн. Статья на дизайн шаг от Керри Казинс, как обычно. И она нам говорит о том, что нужно искать вдохновение в чатной продукции. Для веба я имеется в виду. У нас же подсказ про веб. И мы, на самом деле, тысячу раз... Вот, опять же, я попытался об этом сказать. И что-то как-то оно кануло в лето, что давно здесь сидим, Никита. 95-й выпуск. Почти 100. Мы сегодня с тобой, мало кто знает, а мы сегодня с тобой включали первый и второй. Просто, чтобы напомнить себе звучание. Потому что сегодня у нас микрофон на подвесе. Все на резиночках, висит в невесомости. Никакие теперь удары по столу не будут туда отдаваться в него. Все хорошо, можете успокоиться. Просто, если вам не нравится наш звук, вы первый и второй подкаст послушали. Особенно второй. Второй, там прекрасно вообще. В нем прекрасно все. Поэтому еще более или менее неплохо стало. Так вот, мы давно здесь сидим и часто говорим о том, что некоторые тренды, такие как Flat Design в 2012 или в каком-то годах он пошел, все это пошло из печатной продукции. Когда у нас не было большого количества анимаций и так далее для представления контента и для иерархии его мы использовали только там плотность начертания, размер шрифта, там какие-то картинки. Когда-то это даже черно-белое все было. Так вот, Керри Казинс не устает нам напоминать, что вообще вот когда вы идете, у вас такой прям вдохновленческий голод настал, вы попробуйте поискать вдохновение в печатной какой-то продукции, потому что она тоже, как наш подкаст, давно уже здесь сидит. И у всех на подкорках уже отложилось, что печатная продукция рулит. Ну, мы это сейчас на конкретных примерах посмотрим. Просто опять же, с точки зрения UX уже устои сложились, как в нашем подкасте. И люди воспринимают информацию вот в том формате, в каком она есть, с теми простыми законами, на самом деле, которые были в печатной продукции. Они ее проще воспринимают, чем с какими-то новыми модными трендами, которые за жизнь человека там 3-4-5 раз меняются. И как бы за ними уследить, это прям работа должна быть, чтобы за этим следить. Ну ладно, не будем долго распыляться. Первый пункт, который она нам предлагает, это постер. И вот ты вот, Никита, вообще часто встречал, что вот есть классические, так скажем, постеры, которые... Все звезды. Ну да, во-первых, эти, Децл в полный рост, все звезды. А во-вторых, я имею в виду те, которые вот на... В самих кинотеатрах. Там, где, ну, просто какая-нибудь главная сцена, там, какие-нибудь актеры подписаны, там, кто в главных ролях, кто режиссер и большое название. А бывают такие, как бы сказать, бисайд-постеры. И они реально бывают, то есть, когда... Которые мы не видим практически нигде, я даже знаю, где их увидеть, если честно. Ну, допустим, вспомни первый эпизод Звездных войн, точнее, не первый, а четвертый. Новая надежда. То есть, есть вылизанные прям с кадрами из фильмов, а есть такие рисованные, красивые, типа такие иллюстрационные, вот примерно как постер фильма «Сияние» Кубрика. Если загуглить просто постер «Сияние» постер, вот я сейчас загуглю, то там совсем другое, там желто-черная такая хреновина. И даже и не только она. То есть, если посмотреть, там просто рожа чувака. Я, слушай, знаешь, что думаю? Я понимаю, я на самом деле, во-первых, узнал вот эту рожу чувака, она же в мемах используется часто, что чувак пробивает что-нибудь, да. Я даже не знал. Вот. Классическая, ну, классический пример этого мема, это там, где оперативка вместо бабы прячется вот так вот, а там хром пробивает. Ну, это классика. Да, вот такие постеры, о которых ты говоришь, такие винтажные постеры, такие очень в хипсерском стиле сделанные, мне кажется, их вешают где-нибудь в кинотеатрах конкретно, внутри, внутричок. Ты должен зайти и увидеть этот постер. То есть, это эксклюзивно для кинотеатра, для премьеры, может быть, какие-то постеры. Потому что вот этот постер стандартный, это попсовенький такой постер, чтобы люди пошли. Он на всех блюреях, на всех DVD-шках, то есть, он вот на такой продукции. Да, такой массовый. А вот это вот хипстерское что-то, это прям круто. Да, потому что есть два хипстерских, можешь опять свеситься, есть вот такой. И здесь он прям как бы... Он действительно жуткий, он жуткий. Да, 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 да. И вот есть тот, который непосредственно в статье с топором. Не, я понял, я понял, я нашел его, да. Да, да. И они на самом деле все, я так думаю, возможно, меня сейчас поправят люди, которые нас обычно поправляют, что эти все постеры, они на самом деле делались уже после. Но я хочу верить, что эти все постеры, они были в процессе оригинального препродакшена, все сделано, точнее уже постпродакшена. Я просто почему стою так? Потому что мне хочется сказать, что надо еще Керри Казинс распечатать, тоже вдохновляться. И она какая-то лучезальная такая. Да, она улыбается каждый раз, говорит, что не все потеряно. На самом деле, почему постеры? Потому что всего лишь в постере, или альбомно ориентированном, или портретно, нужно уместить все. То есть нужно слоган, который очень четко тебе сразу скажет. Это как call to action. Как вот одной фразой написать так, что все пошли в кино? Как расположить заголовок так, чтобы было понятно, что это заголовок? Как его уместить с главной картинкой, чтобы они не конфликтовали, а дополняли друг друга? И вот эта классическая побочная информация, очень узким шрифтом, которая снизу написана, что кто там автор. Вот это же тоже UX. Что вот как бы те, кто хотят прочитать, они реально вглядятся, посмотрят, кто там Стэнли Кубрикфилм, Джек Николсон, Шелли Дюваль. А те, кто нет, для них это просто такая стена. И ее даже вот просто то, как ты на этот текст смотришь, и как он тебе кажется, тоже можно использовать дизайн. Уж там снизу какой-нибудь заборчик, стена условно, что-то такое. То есть это прям целое дело с точки зрения UX, что всего на одном вот этом квадратике или прямоугольничке нужно уместить про фильм все. Также и ваш сайт или ваша какая-то продукция, там логотип, оно должно в ограниченном пространстве неограниченные возможности скрывать. Вау! Так что вот да, постеры это реально круто. То есть ну, а кроме непосредственно UX, они в принципе, они красивые, такие винтажные, почему бы и нет? Почему бы и не вдохновиться? Так, следующее. Тут еще тем более, я только сейчас понял метафора, тут топор, и это типа ключик в форме топора, и там же он топором как раз пробивает. Блин, это гениально на самом деле. И это еще и типа двери, пять дверей, наверное. Да, да. Ну короче, шикарно вообще. Letterpress, я специально загуглил, когда готовился, что это такое. По-русски это называется высокая печать. Это метод, когда все буковки на металле, который пропечатывает, они выпуклые, а пробелы впуклые. Просто есть, черт, как же она называется? Есть еще глубокая печать, вот эта высокая, есть глубокая. И там наоборот, там пробелы выдавлены, а буковки вдавлены. Ну короче говоря, к чему это? К тому, что в принципе, Керри Казинс, ее вдохновляет, высокая печать. Что ты можешь прям руками потрогать цифры, и это не то, что это для людей с ограниченными возможностями, точечки, там сурдоперевод. Кстати, у нас во всех маршрутках появились такие желтые таблички сейчас в Челябинске. Я не езжу на маршрутках. Да ладно, ты вчера ездил. Ну да, ты просто не обратил внимание. Реально. И типа, ей вот это нравится, и мы можем то же самое, так скажем, симитировать на веб-страницах с помощью там теней и всяких обводочек. Как Керри Казинс имитирует, возможно, да. Здесь у себя на дизайн шаг. Так вот. И это типа, вроде как, нам сразу будет прям в сердце бить. Будет прям приятно, потому что, на самом деле, технологии, я посмотрел в Википедии, тысячи лет высокой печати. Это одна из старейших технологий печати, в принципе. А знаешь, почему она у нас располагает к себе больше? Потому что это, блин, как купюры. Вот на купюре выдавленном, мы верим, что купюры, это бабки, это серьезно. Вот так же и тут. А возможно, купюры появились уже после высокой печати, и их тоже стали делать именно подобным способом, шершавыми, объемными, чтобы больше доверия как-то к ним привлечь. Все может быть, все может быть. Ну вот, я не знаю, если мы же тут свое мнение говорим, если касаемо постеров, реально, здесь, ну, это круто. То есть, можно смотреть и метафорически, и так далее. То есть, я прям приемлю вдохновение постерами, ты как? Я тоже очень. То, что касается просто высокой печати, это больше хипстерство. Это не, вряд ли будет на массового, так скажем, зрителя и пользователя располагать, потому что, ну, ну, типа, а не будет просто ощущение винтажа создавать, но более понятно от этого вряд ли что-то станет. Пакетжин, упаковка. Вот тут тоже я прям готов Эврика кричать, потому что, если просто даже посмотреть на упаковки некоторых, ну, мы здесь даже в этом подкасте регулярно рассматриваем какой-нибудь отребрением кока-колы. Рекламируем регулярно макароны какие-нибудь. Да, или Red Bull. И, то есть, там, действительно, опять же, тот же смысл, что и в постере. В рамках всего лишь ограниченного пространства вам нужно донести большой месседж. Простите меня за этот. За тавтологию. За этот неологизм. Так. Ну, да, нужно и цветом, и там, каким-то расположением, фоном. Здесь, вот, например, в коробке пасты, вот в этой, которая не коробки, в пакете бумажном, там есть такое, типа, окошечко, из которой сами макарошки, они смотрят прямо на нас. Это круто, потому что, если бы он был закрытый, мы бы не очень доверяли этому. Мы бы думали, а что там макароны какие вообще? А что там они? Какого цвета? Может, они вообще сраные какие-нибудь? Да, да, а здесь мы прям, вот, вы должны также относиться к своим продуктам. сделайте демо-версию какую-то там своего сервиса, чтобы можно было как-то пощупать сквозь пленочку, пощупать, так скажем, то есть, не полный функционал, но да, то есть, здесь можно многочисленные метафоры, так скажем. Ну, такая мини-презентация продукта, если бы. Да, да, и вы просто пройдитесь в универмаге, посмотрите вообще, какие есть упаковки у каких-нибудь стиральных порошков, чего-то еще, подумайте, почему именно, ну, на какую аудиторию рассчитаны там стиральные порошки, почему именно так сделана их упаковка, это все, в принципе, развивает, примерно как то, что я запоминаю громкие темы, вот примерно так же это развивает. И здесь Керри Казинс, она тоже высказывает свое мнение, как и мы должны, она пишет, что здесь есть несколько вариантов, например, упаковка Apple Style, когда практически ничего, там одно, минимализм, да, минимализм, или как на шестом айфоне, если ты вспомнишь, на коробке не было ничего нарисовано, ну, типа, потому что до конца не знали, какой там будет дизайн, и там просто выдавлено. там как раз letter pricing этот, или как его? Практически letter pricing, но там наоборот, там вы, ну, ну, да, суть, суть понятна, там как раз 3D-шный прикольно было. Ну, второй вариант, это как раз вот, вот эта упаковка макарон, но это и не самая жесть, самая жесть, это всяких сладостей американских, типа там печенье, и так далее, там все вообще пестрое, красное, с кучами, как в комиксах, бум, бэнк, там вот эти все, это чтобы детки брали. Конечно, да, но еще, как опять же, как мы знаем, расположено на уровне детских глаз, то есть для нас чуть ниже все эти шоколадки и так далее, а для них прям на одном уровне, чтобы они, мам, мам, ну пап, ну купи. Не, ну как ниже, на моем уровне. Ну, реально, да. Сайныч, последний пункт, по-моему, нет, не последний, привет, последний, последний интересный. Опять, вот про упаковку, да, я здесь опять же всецело согласен, это круто. Так. Следующее это знаки, знаки в смысле, ну не только дорожные, я так понимаю, вывески, в общем смысле, вывески. Здесь какой-то S-Hookin, дрожжи и какие-то продукты, ну, бокалеи, я вот так бы сказал. Так. Тоже все потертый, но на самом деле, здесь тот же самый, так скажем, смысл, ограниченное пространство и месседж, то есть, ну конкретно здесь, месседж должен быть такой, зайдите ко мне, я оригинальный, там у меня там, на самом деле, на вывесках иногда еще часы работ пишет, ну то есть, это тоже по UX, конкретно здесь вывеска просто повыпендриваться, так скажем, что я вот просто вот продаю и все. Ну, я знаешь, как я очень люблю, короче, в Америке любят их делать, я почему-то именно в Америке вот видел их, и очень много на американских фотографиях, всяких постерах, рядом с какими-нибудь там, заведением, есть, короче, такая вывеска из черненьких таких квадратиков, они на них делают буковки какие-нибудь. Да, мы даже тут с тобой это обстоит. и часто там какая-то фраза, причем прикольная, немного относящаяся к заведению, какая-то философская, может быть, фраза. Они всегда это кастомят, как-то прикольно делают, они еще все такие тоже пожухлые, такие винтажные, но это круто. Как будто, знаешь, еще в 70-х была эта мудрость, она все еще есть, какая-нибудь, знаешь, а у нас сигареты, не как у Джона там, козла. Да. Вот, да, это прикольно, это круто. Я сейчас, мне придумывают сразу, что в, около кофейни такая хрень, и когда 4 мая, они там говорят, may the force be with you, и какой-нибудь должен быть, один из символов, это, этот, кофе бин, как это, из кофейного зерна. То есть там, ну, это было бы прикольно, да, кстати, вот, а я еще здесь пользуюсь случаем, хочется опять же, с точки зрения UX, сказать, что вывески надо делать не на стену, чтобы, который ты видишь, только крестуешь лицом к магазину, а их надо делать с выносом, чтобы когда ты идешь по улице, ты увидел эту вывеску. Задумайтесь над этим, может быть, и у ваших продуктов надо делать не просто рекламу, когда ты уже зашел на страницу продукта, хотя это тоже важно, но и где-нибудь еще в Яндекс Директе. Видел, как я метафору выбрал? Вау! Так что да, а она здесь скучно, нам Керри Казинс предлагает чек-лист небольшой. Читабельно ли? Хороший ли шрифт вы выбрали простой и подходящий ли для этой ситуации? Как же цвет, контрастен или не контрастен, там и так далее? Простое ли ваше сообщение, которое вы хотите сказать вашим покупателям и так далее? И простые изображения продают. В том смысле, что не надо там 4K телевизора вешать, вы просто схематичный бургер нарисуете, и оно лучше будет, даже чем если вы там какую-то презентацию замутите, экран повешиваете. Не надо фильм Кубрика транслировать, это сложно слишком будет. Да, да, скорее, это не Simple Imager вообще. Последний пункт это журналы. Магазин. Да, ну про вывески мы достаточно своего мнения сказали. Про журналы, ну она здесь говорит о том, что в принципе ничего, говорит, не сравнится с открытием журнала вот первый раз. Ну и там она, возможно, нюхает этот клей, все как надо. Перед этим. Она поэтому такая счастливая, Кейв Казинс. Скорее всего, она свежий вок каждое утро бьет, и в пакет его потом кладет, и из-под куртки его нюхает, и нормально. Так вот, она говорит, в принципе, я здесь не буду читать, что она говорит, потому что там, ну опять же, она говорит, изящная смена контента и рекламы, то есть там же реклама, она всегда типа в тему, еще и в самом интересном месте ты читаешь. И они, короче, провели суперисследование, и оп, у тебя левая полоса закончилась, направо у тебя реклама БМВ. Да. Надо ее перелистнуть, и только потом ты, и они там узнали, супер там, круть охренеть. Ну это, если про научные журналы, в Мэри Клэр, я думаю, там никто ничего не узнал, но тем не менее. Я просто здесь... Там как Брэд Питт узнали, как что-нибудь про него, и потом прокладки надо... Да, да, тоже может быть. И опять же, я здесь еще, в журналах я бы еще поучился верстки, там все настолько линейно, настолько прям понятно, что зачем читать, что вопросов тоже уже не возникает, журнальная верстка, она прекрасна. Это божественно. Да, поэтому вот... Особенно в Мэри Клэр там, если ты понял. И в прокладках. Да, кстати, упаковки прокладок, возможно, тоже какие-нибудь... Надо посмотреть. Или по UX, надо как-то вдохновиться. Возможно, наши слушатели заберут куда-нибудь в дурку, если они начнут нашим сагетом полностью. Ну и тем не... В дурке тоже неплохо. Тоже хорошо. Там тоже дизайнеры есть хорошие, там полководцы, может быть. Это первая тема всего лишь была, мы достаточно долго растекались по ней, но суть в том, что, да, печатка, она хорошая. Я не имею в виду те, которые на пальцах носятся. Это те тоже неплохие. Я про печатную продукцию. Следующая новость, она больше QX и чуть-чуть... Так, знаешь, как корова языком лизнула разработку, потому что там про валидацию почтовых адресов. Не, хочется сразу сказать про вот этот hackernum.com. Здесь такой крутой логотип, вообще прикольный. Ты понимаешь, что это? Это наручные часы, на них полдень. Да, да, они как, прям как ковбои настоящие, реально, у них в полдень стрелять начинают. Hackernum. Да, прикольно, я про ковбоев даже не помню, они в полдень, да? Да, да, они же прям на часах. Ну, я помню, да, куранты, все такое. Ну, да, тот мужик уже, тот мужика, мнение. Да, тут Гэвид Гилбертсон, не Гэвид, а Дэвид, простите. И он I do webthings, нам говорит, я делаю веб-вещи. Отлично. Сто процентный говорит способ, как валидировать почту. На самом деле, у него очень интересный здесь слог, то есть, почитайте просто в оригинале. Он не чайник, что ли? Хрен его знает. Да нет, я не имею в виду, он просто шутит смешно. Не в том смысле, что он как-то витиевато с метафорами и эпитетами говорит, нет, просто он и с идиомами. Нет, просто он шутит неплохо. И да, я просто пользуюсь случаем, напоминаю, что все темы, они под видео, под роликом, обязательно есть все ссылки, тайм-коды, на самом сайте под подкастом тоже есть все темы. Обязательно, кому интересно, прям прочтите в оригинале. Здесь 6 минуты всего 6 минуток у вас займет, если вы бегло читаете по-английски. Ну так вот, у меня заняло 60, чтобы прочитать и все понять. Поэтому я по верхам пробегусь. Он пишет, вот говорит, типа, поздравляю, наконец-то вы больше не будете думать, какую там супер регулярку написать, чтобы валидировать почту. Потому что, говорит, давайте вот решим, что вообще значит валидный адрес имейл. В принципе, есть где-то официальные критерии, дает ссылку на википедию, и там всякий досвидос, что практически там кавычки двойные, там квадратные скобочки и так далее. Это полностью валидный адрес. Но все равно это полное говно, а не адрес, поэтому какие-то из них стопудово вашу регулярку не пройдут. То есть, если вы пытаетесь написать супер регулярку, по которой все валидные адреса отработают как true, то вы или лучше воспользуйтесь тем, что уже люди написали, а лучше не пользуйтесь вообще. Спойлер в том, что вообще не надо валидировать адрес. Но сейчас мы до этого дойдем. Во-первых, в принципе, надо всего два вопроса ответить. Понял ли юзер, что здесь надо вводить его имейл? И второе, ввел ли он свой имейл правильно? Потому что весь вопрос валидации, он не в том, ввел ли юзер валидный с точки зрения кода адрес, а в том, ввел ли он свой адрес. Потому что вдруг он зарегался на чужой, и потом он не сможет там не восстановить пароль, ничего-то другое. То есть, вот здесь и опечатки, опечатки в основном создаются не с помощью там каких-нибудь слышей, а с помощью просто ты G на H случайно сменил, я по английской раскладке сейчас смотрю, и ты даже не узнаешь, он в адрес-то валидный, но он не валидный для пользователей, потому что он-то хотел именно свой. Поэтому давайте посмотрим. Ну а здесь пишут прям прикольную историю, что я как-то просто ради прикольщика написал на адрес решеточка восклицательный звак доллар, процент, там, амперсанд и так далее, example.com и ему типа ответила да, и вообще прикольно, но это это уже на будущее да, он тут на самом деле примерно так и шутит, возможно все-таки это шутка, но хрен его знает. Короче, суть в том, что он здесь реально по формулам высчитывает, и если ты будешь проскраливать вниз, то там на картинках он смотрит, допустим, вот буква Пи, и вокруг нее есть четыре валидных символа, л, о, нолик и черточка, и два невалидных, квадратная скобка и точка с запятой, которые не будут использоваться вообще ни при каких условиях в адресе. Ну как бы тут, если все это пропускать, бла-бла-бла, если учитывать, что у людей реально бывают какие-то такие долбанутые адреса немножечко, есть ноль, ну и здесь большое количество, я знаю, порядка 25-30 нулей, 625 вот этих вот триллиардных процента, что адрес, который неверен, будет пойман валидацией, потому что неверный адрес, он с буквами в основном неверными, то есть или лишнюю букву добавил, или как-то еще, и поэтому суть в том, что надо просто отправлять activation mail, и типа, блин, чувак, иди на почту, нажми там ссылку, что ты это ты, и тогда мы тебя зарегаем, и это типа стопудовый bulletproof эффект, то есть понятно, что можно оставить какую-то базовую валидацию, например, в WordPress есть функция из email, она, я не знаю, как она проверяет, возможно, она просто проверяет, что есть кое-какая-то строка, я не смотрел source, можно было бы посмотреть, в которой внутри есть собака, ну, add, add sign, и какой-то домен, тоже валидный домен, я не знаю, то есть вот каким-то образом добавить, просто чтобы, ну, я не знаю, чтобы не отправлять почту на корявый адрес, сразу же сказать, блин, чувак, ты написал 1, 2, 3, без собаки, без example.com, ну, вот да, но в общем и целом стоит просто отправлять почту и не париться. Но на самом деле это, кстати, является и препятствием к тому, чтобы у тебя люди легко регистрировались на твоем сайте. Ну, что там будет классика, введите свой email, ты вводишь, тебе приходит письмо, чуваки отваливаются, не переходят по ссылке, и... Ну, здесь мы, кстати, смотри, мы уже высказываем свое мнение, и я здесь даже просто ради плохой, хорошей полицейски скажу, что, а и нахрен бы такие люди тогда нам в системе, которые вот отвалились и не смогли даже почту подтвердить. а это ты скажешь, амазону, которые просрали кучу бабок. А я уверен, что у амазона то есть такая валидация. Может быть. Может здесь это нужно было дать данными, напишите в комментариях, если вы работаете в амазоне или недавно там регистрировались. Да. Все возможно, да. А мы будем двигаться дальше. Следующая тема, она прикольная. Ее тоже Пабло Стэнли, опять мужик, закрывающий как бы нашу рубрику дизайн нашу. Да, как знаешь, как роль ставни так сверху вниз. То есть у вас модная рубрика дизайн все-таки, не просто сраная дверь какая-то, как толчок. Да, нет, покруче роль ставни, на которой по ночам еще граффити нарисовано, там, я там твою мамку, что-нибудь это. Так вот. Дорого, долго и дизайн. Как притворяться, что вы хороший дизайнер? Это реально смешная тема, здесь большие такие гифки. Блин, это круто. Я, кстати, сейчас инспектный элемент, я не смотрел, гифки это или не гифки. Да, это гифки. Так вот, и это, так скажем, жанр вредные советы, чтобы ты понимал. То есть это конкретно прикольчики, как сделать так, чтобы запудрить людям мозг. И советы-то вроде вредные, но они на самом деле реально сработают. Поэтому... Блин, я хочу обсуждать каждую гифку. Давай, что первое значит? Что здесь за девочка, которая такая... Габриэла использует... Вот я до сих пор не знаю, как Дилайт нормально перевести. Ты меня немножечко врасплох застал. Но сейчас я зайду на Translate Google.com. Восторг. Вот, восторг. Так вот, Габриэла использует восторг, пока у тебя не взорвутся белки на глазах. Испытывает, в смысле, что она прям восторжена. Нет, Габриэла это дизайнер. Она тот самый дизайнер, который специально у себя в презентациях использует чувство восторга. Она заставляет тебя восторгаться, пока ты не... Но розовые пони там, unicorns. Да, да, да. Скажем, первый совет это отвлекайте восторгом. Типа, если... Это... Короче, слово Дилайт надо использовать. Именно Дилайт, Дилайтфул. И психологически все сразу блин, охренеть, круто. То есть, это надо и в анимациях, и в словах, везде использовать. Просто, тут так и написано. Просто вкидывайте слово Дилайт и все сразу работает. Психологически люди... Практически, да. Всем сразу нравится. Так. И про тип. Про типы, они самые прикольные еще здесь. Всем еще... Еще, сделайте пирамиду маслоу. И вот то, что вы задизайнили, ваше тепленькое и уютненькое на самый верх. Короче, у всех людей вот именно ваш продукт, дропбокс там какой-нибудь, я не знаю, он в пирамиде маслоу на первом месте. Так, хорошо. Вот эти клише они должны быть. Следующий это Тоби и он смотрит на супер жаргонные слова и совет такой, типа, сконфузить людей использовать промышленный язык. Жарганизмы. А, в смысле, промышленный... Типа брендовый в смысле для индустрии дизайн. Брендовый стори-тейлинг. То есть, вот эти вот слова и прочее. Типа, ну, тут есть, я не буду пытаться даже перевести на русский язык. It's social-minded guided by our brand values and built with personality to engage our users through empathy and emotional design. Короче говоря, да, полная big data. Используйте такие слова и все вам будут верить, потому что, блин, чувак же использует умные слова. Шает, ну. Да, следующее это Friend советует быть consistent. Одинаково. И здесь, как бы, да, та же шуточка, но совет в том, что даже, говорит, если у вас есть какое-то приложение на всех девайсах и оно на iOS, Android, там, и Windows, и вот прям не соблюдайте стайл-гайды этих систем, просто делайте одинаковый дизайн, только ваше предложение и уповайте просто, а должно быть consistency. И даже если, типа, вам будут какие-то нормальные на это аргументы поведеть, ну, как бы как, ну, а если чувак только на iOS сидел, и он только привык к своим там кнопкам, он же тут не поймёт. Нет, должно быть полностью consistency, говно там, всё. Это, я напоминаю вам, это вредный совет. Да, это вредный совет, здесь нету про типа. Дальше Пол понимает эстетику. Чё за жесть? Ну да, и здесь написано, что сделайте эстетику приоритетом над функциональностью. И говорит, в принципе, вам же, говорит, зачем думать над тем, что чё-то работает? Вы просто сдряблого накопируете каких-нибудь крутых там анимаций, прикольщиков, сурсов. Даже не проводите ресерч по поводу того типа исследования. Для вашей аудитории подойдёт это или не подойдёт? Ну, как мы вас здесь постоянно говорим, что если у вас аудитория-то тётеньки, то не надо лотерпресс делать, они не поймут. Для них это осталось в институтах, в учебниках, которые там печатали, и им ничего хорошего это уже не вспомнится. Поэтому, что самое смешное, на этой гифке про Пола нет оригинального его костюма. Он ни в одном из этих костюмов не ходит, мне кажется. Да, на самом деле. У него даже головный убор меняется, на самом деле. Тут круто. И да, здесь написано, что все, типа, акционеры, им всем понравятся ваши анимации и так далее, поэтому даже никто не будет спрашивать, а как, собственно, работает. Я надеюсь, никто, возможно, многие, я не буду сейчас ничего говорить, многие, возможно, так дипломы или курсовые даже сдавали. Просто сделали всё прикольно, красиво, и да. Делайф. Да, и Делайф написали. Следующий совет, как вы видите, копируйте от лучших, и здесь Габриэль использует магию, чтобы у Амазона слезать и придумать Totally Creative Solution. Ну, просто у неё Totally Creative Solution, и вы знаете, у Амазона там вот эта улыбающаяся стрелочка, не побоюсь этого слова, которая идёт от AXZ, Amazon. А тут, наоборот, как бы грустная стрелочка, которая идёт назад. Да, блин, неважно, просто суть в том, что это же, как бы сказать, гипертрофированный, пример. Ну да. Поэтому вот, и даже если, типа, кто-то, ну, здесь в этом, в расшифровке этого вредного написано, что даже если кто-то заметил, то просто сказать, да это потому, что у Амазона получилось, значит, и у нас получится. То есть, это же так лучше и делают. Следующий, это Клод, который знает, как сделать пайчарт. О, это классика вообще. И здесь просто написано, используйте кучу диаграмм, и вы просто, вы можете любой бред там писать, и типа, чем больше ещё цифры, тем более они будут впечатляющие. Типа, вот там нас просматривало, столько-то там пользователей. Ну, это Apple любит это, этим, самые первые 30 минут своей презентации. Да, и Nintendo ещё позвать. Так вот, и здесь на самом деле ещё смешно, что если, говорит, кто-то спросит, типа, а можно выгрузить реально там экселевскую таблицу, там это, выгодит, сначала скажите, что об этом поговорим после, и ещё месяц избегайте этого человека. Так вот, и ещё, естественно, про тип, что этот, показатель отказов на нашей лендинг-странице изменился именно линейно по отношению к загрузкам Pokemon Go, поэтому нам надо сделать дополненную реальность на нашем лендинге. То есть вот, даже такой бред. СБСБ. Да, да. Здесь опять Френ, она смотрит на свою работу в полной тишине. И здесь говорит, сделайте так, чтобы заставьте людей думать, что вы занят. Просто, типа, можете на распечатывать гигантское количество просто из Пинтереста картинок, которые у вас в ленте попались и называйте это вдохновение. Просто, говорит, куча скриншотов других программ и это типа компетитив анализ. Это типа анализ конкурента. Сделайте коллажи из беспонтовых всяких анимаций и бредом и скажите, что вы просто идеи, пробуйте и так далее. А потом, типа, чем больше, тем лучше. Мне это напоминает, знаешь, когда Лебедев выкладывает, как они сделали логотип московского метро и там тоже много таких набросочков, как они пробовали. Вот, мне кажется, да. Возможно, иногда некие набросочки даже дорисовываются потом специально, чтобы мы типа дохрена пробовали. Да, и про тип просто пяльтесь в стену, в тишине, и все будут думать, что вы там дохрена думаете и так далее. Можете, говорит, даже нарисовать себе глаза на веках и все, тогда можно будет даже спать. Следующее, это диаграмма, как его, Эйлера, только типа с треугольничками. Это же, говорит, так оригинально, вы можете еще сделать вот так вот не из двух треугольничков, а из трех и тогда вообще все охренеют. А еще как в середине обязательно слово вэлью написать, что это ценность. Вот, поэтому петунья становится хорошим дизайнером на этой гифке. Прикольно. Прикольно. Всего лишь надо чуть-чуть другую там использовать геометрическую фигуру и все уже будут думать, что это тренд, это круто. Прикольно. Так, следующее, кстати, вот пол. Вот, возможно, его настоящий прикид. Да. Вот здесь вещь пол знает, как сделать типа хендмейт продукт. И он говорит, на самом деле, не понимаете, типа, как правильно работает human-centered design. Причем, когда вы, я говорю, используете это слово, что типа человекоориентированный дизайн, что мы должны думать о потребностях конкретных наших людей, выгод в основном просто говорите об этом и ни хрена не делаете. В принципе, вообще, говорит, надо задумываться бы по идее о том, что какие как способы использовались ранее, для каких людей, но типа здесь вы можете это не делать, просто можете сказать, что вы у вас супер человекоориентирован, но ни хрена не меняет. Вот так вот. Здесь опять пол, и он понимает своего главного пользователя. И здесь опять же вредный совет, что не надо никогда думать, а вообще, что у других? Вы просто думаете, что вы это и есть юзер. Вот как вам нравится, так и делайте. А в случае чего, просто скажите, что не, у нас вся аудитория точно такая же, и все должно прокатиться. Ну и здесь в конце еще написано, типа, здесь же не даже не парьтесь по поводу того, что если вы сделаете какой-то accessibility, то больше людей посмотрят ваш контент, будет лучше всего. Не, на самом деле вам нужны эти параллаксовые анимации и все такое. Ну, где-то вообще, если по существу в конце, а здесь все-таки будет по существу, все эти картинки сверху, они типа иллюстрируют грехи дизайна, которые даже этот, ну вот сам чувак, как же его зовут, та? Допускает, так скажем, да? Пабло Стэнли, да. Ну, как будто два имени, и имя, и фамилия, это просто имя, и Пабло, и Стэнли. Да, он говорит, что я в принципе всем этим грешил, и нужно просто знать вот эти вещи и стараться делать все-таки наоборот. Так что, да. Вообще, говорит, я когда потом приехал в Сан-Франциско, а я перед этим долго притворялся, что я крутой дизайнер, и, говорит, мне там не очень-то ловко пришлось, потому что от меня типа ожидали, что я реально крутой, и типа зря я всем пускал пыль в глаза, потому что мне реально там по ночам приходилось многое учить, дали, чтобы типа не прослыть там чуваком, который там всех обманул. Поэтому, говорит, вы подумайте, прежде чем нагонять себе вот этого имени, типа, что вы там суперкрутое, там, ресерчи проводите, потом он скажет, ну проведи у нас тоже. Такой, блин. И ты снова накидаешь всякого бреда. Ну вот, да, да, но только тут от тебя будут требовать все-таки пруфов. Пруф или не было? Ну вообще, да. Я знаешь, что думаю, что у нас в разработке не требует пруфов никогда. Я даже догадываюсь о чем. Но спрошу все равно, о чем же ты, Никита? Я о том, что не требует никаких подтверждений, хотя оно является собой само подтверждение smartape.ru и у нас на youwebdesign.ru slash smartape вы можете спокойно по нашей реферальной ссылке зарегистрироваться и купить на сайте хостинг себе, оплатить и жить спокойно годами, веками. Очень задешево. Да, очень задешево, с отличной техподдержкой, с большим аптаймом. Вообще, с любыми вариантами, которые... Я думаю, тут даже не приходится говорить об аптайме. Оно не падает, оно оживет. Согласен, да, оно просто работает. Just works. Ну и да, все варианты, какие могут быть, шеет хостинг для там легких решений, VPS, если вы вдруг думаете, что вы крутой, и выделены сервера, если вы думаете, что вы очень крутой. Такие вот градации, причем так у smartape называется, тариф легкий, крутой и очень крутой. Ну а мы переходим к разработке, и здесь опять внезапно моя темка. Да, тебе сегодня прям выпало, жарить. А нормально мы как бы входим в рабочий процесс, это второй сезон или какой там третий, десятый сезон, девяносто пятый выпуск. Прям мы такие. Давай, JavaScript. Почему на самом деле стоит подучить JavaScript до всяких прикольных JS фреймворков? Статью написал, хочу сразу знать имя автора. Имя сестра. и Франсуа Ксавьер Дарвьо. О, хорошо. И там он такой, как будто он не Дарвьо, а Дарвьо-ман. То есть, он там в шляпке с пейсами, ну реально. А, вижу, да, вижу. Франсуа Ксавье, короче говоря, Куэбек. Куэбек это Канада же, да? То есть, это канадский француз, но еще кое-кто по совместительству. Ладно, неважно. Вот говорит, давайте представим, 2013 год, наша небольшая команда разработчиков в принципе собираемся шипить, то есть, выпускать типа проект, один из самых впечатляющих, впечатляемых? Впечатляющих? Впечатляющих, да, наших проектов. И все говорит, мы стоим за столами, партнер ко мне подходит и говорит, блин, чувак, у нас на ангулярии упало говно, а мы уже в принципе готовы везде у нас дайджест, что мы выпустили приложение и так далее. Классик. Я, говорит, не понимаю, что происходит. Ну, говорит, я вот франсуак савьерным, это я, говорит, не нервничаю, мне вообще похрен, я просто знаю, куда мне пойти искать, потому что я знаю свой джаваскрипт. Вау. И я это знаю, потому что спасибо маленькому роботу. Да, говорит, вы правильно прочитали роботу. Отмотаем к 2011 году. Я, говорит, иду, такой ня-ня-ня, всего лишь этот программист, еще студент тогда был, никогда даже не знал, как вообще в бизнесе это бывает. Мне нравилась бэкенд разработка, я, говорит, в принципе, даже не думал учить ванильный джаваскрипт или что-то подобное. Но, видите, бэкенд разработка, какой нахрен джаваскрипт в 2011? Тогда еще не было бэкендового джаваскрипта. Ну, говорит, и в принципе, мы, говорит, с друзьями сделали маленький задачиориентированный робот. Ну, просто ты ему, видимо, вкидываешь какие-то задачи, он выполняет именно по ивентам. И мы, в принципе, когда начали делать, увидели NoJS. А в 2011 это же реальным. Вот если вспомнишь, мы учились, у нас был одногруппник Сергей. Он тогда тоже увидел NoJS. Да, но это было, может быть, в 2012-м, 13-м. Мне кажется, вот прям 11 октябрь-ноябрь, вот так. Так. И тогда еще не было никаких даже зависимости особой. Было легко процессами управлять, было синхронный, ориентировался на событиях и так далее. В принципе, все люди в онлайне, многие люди в онлайне говорят, что это полное говно. Поэтому, в принципе, да, попробовали. Мы тогда даже не знаем, что такое JavaScript или V8, но мы просто подумали, что было бы прикольно нашего роботика написать именно на ноги. В принципе, мне многие говорили, что это круто, что можно много чего на нем реализовать и так далее. И я мог, в принципе, пойти копипастить что-нибудь. просто чтобы по-быстрому сделать и так далее. Но, говорит, я не стал. Ягод, в принципе, тогда сделал одно из самых лучших решений, которые я вообще сделал за свою карьеру. Я просто начал читать основу. Просто говорит, асинхронное программирование, про историю JavaScript, про плюсы и минусы, про всякое такое. Потому что, ягод, хотел знать, а что вот будет под капотом, если вдруг что-то пойдет не так. Дагед, отняло много времени кофе, пиво, и примеров кода. в принципе, ягод, даже, когда вот мы работали с чуваками, все друзья мы были нетерпеливы, потому что я не так быстро и не такой чистый код пишу. Но я дохрена, выучился всему. к чему я вообще это сказал? Потому что, в принципе, ягод, я тогда все-таки решил потратить время на то, чтобы понять какие-то основные принципы джаваскрипта перед тем, как использовать прикольщики, которые нам дают фреймворки и библиотеки. То есть, как бы это сказать, ну, обертки, скажем. То есть, ну, по факту, функционал-то у методов один и тот же, что и у ванильных, просто там накручено как-то и проще становится. Здесь обложечка книги, обезьянка, и написано притворяемся, что знаем джаваскрипт дефинтитив гайд. И он говорит, в принципе, а что тут вообще я имею в виду под фреймворками? Он говорит, фреймворки я назову вообще все. Angular, React, Backbone, Ember, Knockout, даже jQuery, Meteor, Express. Да, говорит, понятно, что не все из них там фреймворки в чистом понимании, но давайте, говорит, просто поймем, что у каждого из этих каких-то инструментов есть собственный набор методов, которые он нам предлагает для упрощения разработки. Ну, а, говорит, что такое ванильный джаваскрипт? Это ванильный джаваскрипт, я, говорит, сейчас вам скопирую со Stack Overflow, это просто джаваскрипт без библиотек. И, говорит, здесь два параграфа. Почему он считает, что фреймворки это круто? Потому что, реально, они нам помогают в абстракцию уносить очень сложный, непонятный код, который нам каждый день не нужен, мы просто его вызываем в какой-нибудь функции и все. Мы можем быстрее работать, потому что, ну, у нас есть, так скажем, инструменты. Это все равно, что мы не молотком гвозди забиваем, а каким-нибудь электрическим гвоздезабивателем. Ну, знаешь, которые, ну, как мы скобками с тобой прикрепляем и так далее. Это быстрее, реально и удобнее. Вот это как раз то, что нам фреймворки помогают делать. И, говорит, они, в принципе, фреймворки, когда ты их уже хорошо знаешь, они тебе помогают не углубляться в код, а уже оперировать какими-то абстракциями типа функциональность приложения, ценность приложения и так далее. Потому что ты знаешь, что, ну, тут я вот это напишу, тут я это использую, а по факту нам вообще нужно это? Нужен этот модуль или нет? Ну, и ты сидишь и можешь, у тебя есть время подумать, а нужна ли нам функция там комментирования комментариев или не нужна? А то, что мы это сделаем с помощью кода, нам как бы не имеет никакого значения. Мы можем просто начать проектировать приложение. И, в принципе, самое крутое, что есть во фреймворках, это коллаборация. То есть, то, что люди из разных уголков мира могут помогать друг другу, просто потому, что все знают фреймворк. Ну, далеко не надо ходить. Ну, для кого-то там ангуляр будет насущным примером, для меня в WordPress. То есть, столкнулся с каким-то, с какой-то проблемой, а тебе реально люди могут помочь, потому что все с этой проблемой уже тоже сталкивались таким или иным способом. И они скажут, блин, чувак, ты вот эту функцию некорректно используешь, есть там другая и так далее. Здесь есть второй параграф, почему JS фреймворки не такие крутые. Так. И они не такие крутые, потому что, несмотря на то, что люди, которые сделали фреймворки, понимают в том, что там внутри, не все люди, кто начинают пользоваться, понимают. И мысли-абстракциями ты не можешь ничего поправить, потому что ты не понимаешь, как эта абстракция работает под капотом. И ты просто, ты даже не знаешь, где начать вообще, где копнуть. Ты знаешь, что когда копнуть в этот момент. И если ты уже прям лезешь в Сурсы, чтобы понять, как это работает и почему это не работает, уже нужно понимание джаваскрипта. А если вы его не знаете, то хрен до маленького с чего получится. То есть это все равно, что вот, ну опять же, продолжим нашу метафору. Сломался у тебя степлер для скобок, и ты не сможешь вообще никакой баннер никуда повесить. Хотя казалось бы, ну ладно, мне нет сейчас скобок долго идти покупать, я сейчас возьму, даже там не гвоздями, кнопками канцелярскими прибью, но молотком. Но для этого ты должен знать, что такое молоток, как им пользоваться, как им аккуратно не отбить себе все пальцы и так далее. Да. И я часто иногда читаю, что вы не ангуляр-девелопер, вы просто девелопер, и надо об этом не забывать. Смотри, какая глубокая мысль. Ни хрена себе. Да, и поэтому, да, типа фреймворки нам помогут как-то по-быстрому работать над приложениями, ну а если вы хотите двигаться по трендам, ну это следующий параграф, то тренды же меняются, фреймворки меняются, и вам каждый раз придется догонять и учить целый новый фреймворк. А если вы знаете ванильный джаваскрипт, то вы просто смотрите, а, тут в ангуляре за это отвечает вот эта функция. Ну да, у нее чуть-чуть другие параметры, чем у бэкбола, но не важно, суть примерно одна и та же. И тебя последующий, ты один раз тратишь много времени, но последующее освоение всех инструментов у тебя очень быстро, ты остаешься конкурентно способным. То есть, ну опять же, у нас вот большинство, очень много комментариев до сих пор приходит, хотя мы уже неоднократно тему обсуждали, типа как начать, что учить. Вот вам еще один пример, как чувак учил основы и не попал в просаг, потому что он легко смог подстроиться и так далее. Даже если сейчас вы учите только ангуляр, а потом ваша компания сдуется, вам надо будет в новую устраиваться, а уже там везде React, так, и все. И учить с ангуляра React заново не так-то просто, но если вы знаете ванильный JavaScript, то уже в 10 тысяч раз проще. Если вы просто понимаете, что такое синхронность, как все это работает, что такое изоморфное приложение, то как бы у вас возникнет намного меньше проблем. Так что вот так, вот здесь у него есть TLDR, Толон Дивен Трид, опять же, у нас в темах есть ссылка на описание, точнее, в описании ссылка на тему. Нормально, заговариваюсь. И да, почитайте, то есть вы просто будете продуктивным пацаном, сможете легко перемещаться по индустрии, понимать вообще, что почем, и выручать сможете свои команды. Те команды, которые учат только ангуляр-специфик вещи, и не могут там ничего починить по-быстрому, а вы возьмете и сможете. И да, обязательно будьте всегда любопытным. Но опять же, это нас отправляет к теме, которую мы обсуждали неделю назад по поводу того, что ты должен будешь все свое время свободное на это потратить, но блин. Видишь, Франсуак Савер смог. Да, он всего чуть-чуть, да, он всего чуть-чуть потратил, и ты, наш слушатель, тоже сможешь. Возможно, он, конечно, Савер из X-Men, вот это я сейчас не знаю. Он в церебро изучал JavaScript ему проще бывает делать. Все может быть, да. Ну, что, продолжая эту тему, можно сейчас вот поговорить про следующую. Тоже в разработке у нас. Это еще не закрывающая тему разработку. У нас еще одна будет более прикольная. Но сейчас тоже, тоже мы продолжаем надеть про то, что нужно все учить и самостоятельно думать. Кстати, Никита, когда мы сделаем наш перерыв? Не то, чтобы им не нужен был перерыв, а нашим слушателям и нужен. Давай после PHP прям и перерываемся. давай. Мы сейчас пока даже стим, и они такие откинутся легко и продолжим. Так вот, PHP неправильный путь на хабреем в блоге Mail.ru статья. Причем, это нифига не Mail.ru сами, это есть такой сайт PHP Wrong Way и где чуваки на английском пишут. Где крутые чуваки, между прочим, пишут статьи вот про это, собственно. Ну, тут перевод здесь значится. То есть, они не то, чтобы это выдумали, но перевели, и видимо, они переводят тоже на сущные вещи. Конечно. Но мы свое мнение позже вышкажем. Кстати, про предыдущее мнение какое. Мы по-прежнему стоим на том, что если вы хотите быть не говноспециалистом, а нормальным, то учите мать часть. Да. И вот здесь про это же, только про PHP. Там было про JS, а тут про PHP. И здесь подробно разбирается в нескольких пунктах, какой же неправильный путь у людей. И много чуваков, которые пользуются, так скажем, так или иначе, программируют на PHP, они идут не по тому пути. Не та дорожка у них. И вот, допустим, первый пункт это опасность экстремизма. Имеется в виду то, что многие люди, когда учат или используют PHP, они основываются на каких-то принципах. Вот стандартный принцип, который все давно... Допустим, принцип KISS, это не та, которая группа KISS, которая Glamrock, а те, которые Keep It Simple, Stupid, ну, как бы это, по прикольчику. Keep It Simple, Stupid, и типа мудрый, такой правильный, действительно такой постулат, что нужно все просто проще делать и упрощать все. Если это можно сделать проще, почему бы это не сделать проще? Но некоторые люди бросаются, так скажем, вот в экстремальные, в экстремумы, в такие, в крайности. Не надо, нам про экстремумы сейчас. Да. Валят, сразу вспомнят математику. Ой, нет. Да, и начинают доводить это до абсурда. И поэтому их вот этот принцип KISS, он может довести до того, что ты слишком просто сделаешь и просто банально не хватит функциональности. То есть ты сделаешь настолько просто, что ну сделаешь хрень, сделаешь не то, что нужно. Мне кажется, принцип KISS, он даже не столько про сам кот, сколько про его организацию. И здесь, даже если у тебя есть сложные функции, то типа их надо как-нибудь просто связать между собой, чтобы ты хотя бы в них мог ориентироваться. Но я здесь могу ошибаться. Да, но некоторые люди, они понимают все буквально и делают вообще все просто. Согласен, да, всякое бывает. Поэтому здесь опасно. Не нужно доверять полностью правилам и руководствам и применять их вот все на все. Надо думать все-таки. Но это первое. Дальше. Постоянное использование фреймворков. Здесь достаточно длинный такой пункт. Просто у чувака там пригорела дига, что вот фреймворки, они решают основные проблемы какие-то, которые есть при реализации. Но какие-то узкие вещи, какие-то вот специальные, специфические вещи, их фреймворки в основном не решают. Нужно будет подумать, что-то самому руками сделать. Дальше он там, есть у него разделение на либы, так скажем, на библиотеке и на фреймворке. И типа вот библиотека это прикольно. Штука такая, легенькая. Ее можно хоп, внедрить что-нибудь. В нее внедрить что-нибудь. И сделать свою какую-то штуку. Свой велосипед, так скажем. Фреймворк это такая здоровая хрень, в которую уже ничего не внедрить. Она уже такая большая, тебе прям вся упала в код. Всем кодом тебе перекрыла, кучу строк добавила, кучу какого-то бреда, каких-то конфликтов с твоим кодом добавила. Но вы понимаете, то есть фреймворк это такая прям огромная штука. Здесь можно даже к семантике обратиться. Вот что такое библиотека? Это вот условная какая-то полка. Она если тебе понадобилась, ты взял книжечку, подсмотрел там и сделал. А фреймворк, фрейм это рамка, а ворк работает. Ты работаешь в рамках. Да, то есть тебя загоняет в какие-то действительно рамки. Да, да. И когда-то тебе это, конечно, и удобно, но потом в какой-то момент ты понимаешь, что, блин, так жить нельзя. Да. Ну можно пойти дальше просто, потому что здесь чувак реально много, у него прям бомбит, он там начинает сравнивать одно с другим. Но вы понимаете, что фреймворк накладывает определенные ограничения. Всегда. Поэтому нужно понимать об этом. Не всегда, не обязательно, что вот мы сейчас, давайте обязательно будем использовать фреймворк. PHP фреймворк какой-нибудь возьмем. И обязательно, раз у нас PHP, ну что, все же делают. Как бы, не нужно же сочинять велосипед, это классическое. Надо подумать, вообще нужен ли здесь фреймворк, как минимум. Первое. Здесь мне понравилось, что Rasmus Lerdorf, это просто чувак, который сделал PHP, и тут его вставочки, возможно, это его статья даже, я не знаю. То есть я сейчас не готов утверждать. Он пишет, что изначально PHP создавался как набор инструментов, написанных на C, позволяющих легко и быстро разрабатывать динамические HTML. Он таким задумывался, таким остался. PHP сам и есть фреймворк. Ну да. То есть PHP нас сам загнал в свои рамки, так скажем. Если мы могли бы на C писать, это было бы чуть шире, чем PHP. Конечно, да. Да, ну вот. Ну вот как веб-бэкэнд, вот, пожалуйста, PHP, ты в нем варишься, ты можешь накручивать по верхнему фреймворке, если тебе это обязательно нужно. А вот чуваки говорят, что, ну, действительно, неправильный путь постоянно использовать фреймворк. Именно фреймворки общего назначения. Постоянное использование шаблонов проектирования. Это то же самое, что и про фреймворки, только про шаблоны проектирования. То есть много уже всего разработано. Всяких различных абстракций, шаблонов таких вот. Но вот ваш этот шаблон, паттерн, он может превратиться в антишаблон. И он, наоборот, может быть контрпродуктивен, как вот здесь написано. или малоэффективен, или малоэффективен, неэффективен. То есть вот этими решениями, которыми вы пользуетесь, должны понимать, что для каждого специфичного варианта есть решение свое. Не обязательно применять чье-то, да? И не обязательно оно будет лучше, чем вы придумаете сами. Вот. Здесь еще так написано круто, что шаблон изначально был некий узнаваемый лучший решение частых проблем. То есть их используешь, чтобы решать проблемы. А многие люди тянутся к шаблонам для того, чтобы проектировать свои приложения, чтобы они типа были более понятны и узнаваемы, не понимая, что, грубо говоря, ты подгоняешь свою программу под проблему. Под проблему, да, действительно. И хочешь ее как-то подрешить немножко. Следующий пункт. Постоянное использование объектно-ориентированного программирования. Там дальше, внизу этой статьи, есть факт, еще такой небольшой, просто для тех, кто тупой, или для тех, кто у кого бомбануло. Но мы потом это посмотрим, но тем не менее, чувак, пишет про постоянное использование объектно-ориентированного программирования как именно такого плохого аспекта. То есть многие люди, пытаясь написать вообще даже самый маленький-маленький-маленький какой-нибудь кусочек кода, сразу это делают. Все, да сейчас мы будем, короче, реально, объектно-ориентированное программирование у нас, так, методы мы используем, так, все, тут классы у нас, все, вот, все, 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 все. Как, ну, как все любят, да. А на самом деле, куча кода, вот всякого разного, маленького, большого, не требует иногда, иногда я повторюсь, не требует ООП. Вы можете это написать просто, без вот этих особенностей, объектно-ориентированного программирования. Я больше скажу, даже есть исследование, которое пишет, что функциональное, процедурное программирование, оно на самом деле быстрее. Да, и он интерпретаторы. Здесь очень круто для людей, кто не знает вообще, на что делится программирование, здесь очень круто он написывает, что такое функциональное, вот, да, что такое ООП. Вот здесь круто очень. Вот маленький исторический урок, собственно. Что из чего выросло, как, как что двигалось. Ну, мы не будем на этом останавливаться, пойдем дальше. Бояться чужого кода. Оказывается, оказывается, это, возможно, для кого-то станет какой-то, опять же, эврикой, но когда вы боитесь чужого кода, так скажем, понятно, что он может быть какой-то действительно говнокод, но, тем не менее, когда вот люди начнут бояться код, это не профессионализм. В основном, чуваки-профессионалы, которые трогают чужой код, они понимают, что вообще видят. Конечно, да. Да, и, скорее всего, найдут, где здесь плохо, где здесь хорошо, где здесь, там, вот, как спагетти код, который здесь описан. В основном, там, где написано спагетти код, ну, вот, чувак, ты взял код у адекватного чувака, он здесь почему-то написал спагетти код, реально, там, жесть какая-то, вообще, просто куча кейсов, ифов и жести. Ты смотришь, и ты начинаешь понимать, почему он это сделал. А может быть, так заказчик здесь, вот, что-нибудь, подзахотел быстренько, ну, чтобы доделать что-то, или почему? Может быть, есть какие-то другие причины, не обязательно, что чувак сделал плохо, не обязательно, что вот чужой код, это плохо. Да, я просто тоже часто писал такие вещи, конструкции, потому что многие спецификации реально менялись на протяжении разработки и времени на рефакторинг, чтобы все убрать, там, заново все как-то в массив запихнуть, по массиву пройтись, ну, не было просто на это времени, поэтому, ну, не надо бояться чужой код, надо просто его понимать, как книжку смотреть, и знаешь, как как место преступления, практически, ты приходишь, ты принюхив, а почему именно так вот тут, здесь, и это нормально, на самом деле, здесь мне понравилось, что обычные люди, которые так делают, прямо говорят, я с этим не буду работать, там, это, они просто на самом деле не профессионалы, у них недостаток опыта, и да, для большинства профессионалов это все челлендж, посмотреть, как написали, написали, написали другие люди, и вообще почему, да, следующий пункт, достаточно такой, знаешь, может быть редкий, может быть кто-то не знал, но вот, есть такие стандарты, PHP, FIG, практически PHP, фиг, я не побоюсь этого слова, и вот есть такая группа, по совместимости фреймворков, вот, которые, чуваки пишут, короче, какие-то свои некие стандарты, и, знаешь, как бы, эти чуваки, они вроде бы, с одной стороны у себя, фак, пишут, ну, знаешь, это как бы наши мхо, практически наши группы, не обязательно следовать этому дерьму, но мы стараемся, как бы, сделать некие стандарты, но не обязательно этому следовать, то есть, сама цель, просто сделать какие-то стандарты, ну, которым вы можете, можете, если хотите, придерживаться, но, кроме этого, оказывается, что все-таки факт, он врет немножко, чуваки, из PHP, FIG, пытаются навязать свои стандарты, реально, то есть, прямо вот сказать, что это правильно, а остальное все хрень, и тем самым, они мутят воду, и вот этими стандартами, людям затмевают мозги, те пытаются следовать этим стандартам, и чувак реально, вот в подсказочке, вот в этом, про-типе, опять же, пишет, что следовать стандартам PHP, FIG, это плохо, но, за исключением некоторых, вот каких-то их стандартов, двух там, но я смотрел некоторые, вот PSR One, по-моему, меня может быть поправят в комментариях, он о том, что там два таба надо использовать, точнее, это четыре пробела, без табов, и там все это расписано, почему, как, и так далее, то есть, некоторые из них реально адекватны, а некоторые из них, это просто уже, я хотел тут вывод приберечь, наконец, этой темы, но раз уж тут зашла речь, это все настолько вкусовщины, ну, и судя по количеству, комментариев, то есть, здесь, сколько их, 313, ну да, и комментарий занимает процентов 80, от скроллбара, да, реально вызвало холивар, но суть в том, что это люди все обезьяны, все перед друг другом выпендриваются, и все вот это вот, использование паттернов, использование ООП везде, даже в микрокалькуляторе, какого-нибудь, это просто люди выпендриваются, друг перед другом, и, ну, ничего другого в этом нет, надо очень снисходительно к этому относиться, не плясать под эти все дудки, и все, это мы, кстати, свое мнение уже высказываем, все вот эти паттерны и прочие стандарты, они должны быть так, чтобы ваша конкретная команда быстро решала задачи, все, больше ни для чего, да, важно не забывать об этом, ну, и последний пункт, пренебрежение безопасностью, здесь чувак говорит, что, в принципе, надо писать безопасный код, который будет bulletproof, таким кодом, чтобы люди, которые или реально хайкеры какие-то, или просто поприкалываться, чтобы они все-таки видели какое-то препятствие в вашем коде, и в основном он даже пишет про то, что надо делать сразу, изначально безопасный код, не то, что когда-то потом защитить, мы сейчас все напишем, и потом поверх еще накрутим, чтобы какая-то была защита, нет, надо сразу писать изначально безопасный код, хотя бы даже валидации форм каких-нибудь, где вы потом забудете обязательно убрать xss или sql инъекцию, и будет беда, ну и все, в конце такой небольшой факт, которым он даже подчеркивает, вот есть здесь пункт, я не буду по всему проходиться, это в принципе то же самое, что и было, но здесь есть пункт про то, что, так вы говорите, что объектно-ориентированное программирование, это плохо или хорошо, и нет, они здесь не говорят, что это плохо или хорошо, то есть, конечно же, ООП это круто, ну в смысле, в том смысле, когда вы же придумали, сделали для определенных, задач, опять же, то есть, для каких-то задач это круто, а для каких-то, возможно, оно и не нужно, вот, поэтому, ну вот так, небольшое пояснение, и есть рекомендуемая литература, опять же, если хотите, ознакомьтесь там до хрена ссылок, прям можно пройтись, и чуваки постарались, ну вот, как-то так, я думаю, можно сейчас прерваться уже на паузу, да, здесь они еще выложили рекомендуемую литературу, там самое первое же, это тренд на Hacker News, где обсуждают их сайт, PHP Runway, и там немало ценных аргументов, как обычно в дискуссиях с Пуло, но это вы уже посмотрите сами, все ссылки на темы в описании, и видео, и на сайте, в тысячный раз вам повторим, чтобы уже точно не забыли, и да, будем каким-то образом прерваться, не знаю, сами мы на сколько долго, но вот да, окей, скажи, когда все, это рекорд, уже рекорд, я даже оставлю этот кусочек, скажи, когда все, суть какая, суть в том, что следующая тема у нас, опять же, из-за разработки, но она на удивление легкая, на удивление воздушная, она последняя закрывающая у нас разработочку, и там с 9gag.com, кто знает этот сайт с прикольчиками, и там реально картиночка длинная, очень крутая, сейчас будем много прикалываться, про то, что вот разработка, software development, я бы даже это инфографикой назвал, не постыдился, реально инфографика, прям, как вот, как идет вот эта разработка софта, но только типа, на перекладывание, на разработку машин, получается, автомобиля, и при этом, по методологиям, вот по вот этим, или как это называется, методологиями, методологиями, все верно, и вот сразу мы видим на картиночке, после заголовка, такую каскадную модель, то есть, как бы разрабатывали софт, только машину, ну вы понимаете, софт, машина, ага, и типа, по каскадной модели, здесь можно сразу видеть, что клиенты, клиенты стоят вот там, там написано где, они за стеклом стоят, там чувак объясняет, вот что, project manager объясняет, вот смотрите, у нас каскадная модель, короче, чуваки, мы делаем вам продукт, все нормально, вот смотрите, вот сначала дизайн, короче, ну по каскаду движемся, да, дизайн там, там чувак сидит, чешется, короче, что-то там дизайнит, дальше вот смотрите, продаж у нас там, и там уже вылазит продукт, ну вы понимаете, из дырочки, короче, вылазит, там чувак, который, the I know, html сидит, и он такой сидит, кушкает, там что-то еще, еще как мелкий немножко, вот, а у них уже там вылазит из продакшена тачка, то есть ваш софт, дальше там тестировщик сидит, и подкидывает шаричек, такой, монетку, монетку, да, он практически любит, не любит, да, да, он монетку действительно подкидывает, и ему вот это все на пандус съедет, на его тестинговый, и он будет там тестить, когда-то ваш продукт, но, что самое главное, на стене висит, как клиент, что клиент хочет, он хочет вот такую спортивную тачку, крутую, там постер такой с тачкой висит, how much they think it cost, он думает, что оно стоит, как велик такой ржавый, сраный, ну, клиент, почему бы нет, как-то договариваются, видимо, после этого, но, да, не суть, но, слушай, но кто-то купил у них тачку, то есть, shift and done, ты просто смотри, мне казалось сначала, что белый чувак, он объясняет, и нигер покупает, а тут наоборот, нигер уже отдает ключи белому чуваку, да, и тут не понятно, что-то из этого нарисовано сконфьюзино, то есть, возможно, это нигер все-таки берет ключи, но берет их не снизу вверх, а, точнее, не сверху вниз, а вот так у него их, ну, не знаю, короче, я сначала думал, что нигер покупает, а теперь кажется, что он все-таки продает, продает, да, продает, ну, вот это такая каскадная модель, все движется по каскаду, но здесь достаточно есть смешные прикольчики, следующая модель, это agile, наверняка, многие слушатели знают, что agile, это такая гибкая модель, когда все вот эти ваши мелкие итерации, не как в каскадной модели, все, все друг за другом, а они все внутри, в процессе, быстро меняются, значит, ты сейчас быстренько в продакшн поступила, там, какая-нибудь часть сайта, с дизайнов, быстренько дизайнеры взяли, следующую делают, продакшн там делает эту, в общем, такая гибкая модель. И здесь видишь, transparency is a key, все стоят около стекол, и все прям наблюдают за процессом, понимают, что кого как. Во-первых, понимают, во-вторых, там многие из людей, я так понимаю, это заказчики все-таки стоят за стеклом, ну, скорее всего. Потому что там многие заказчики, это панды, в том числе, всякие просто животные, уже действительно у вас заказчики, и вот этот agile development, здесь мы просто наблюдаем, что мы наблюдаем. Самое смешное, это урна на улице, и написано, что изначальный план будет здесь. Вот, да, полетел туда, потому что все, что они запланировали, дико выжаяли, все полетело в мусорку, Здесь есть чувак, который знает странные языки, как я понимаю, то есть такой программист, ну, как оболт, да, на странных языках, на диких, он сидит у какой-то печки непонятной, я так понимаю, это не печка, это у машины какая-то... Нет, это печка, но когда она топит, крутится цепь, и крутит колесо, он там справа, то есть там такой тупняк, что... А, в общем, он бред какой-то знает, который практически ничего не делает. Да, да, и который больше никто не знает. Да, да, есть, короче, клиент, который внедрен в процессор разработки, ну, чтобы он за agile следил. Ну, конечно, он что-то пытается. Он там что-то пытается смотреть в ящик, в пустой, абсолютно, в открытый. Опять же, непонятно, клиент это ниггер или белый чувак. Да, да, я согласен. Мне кажется, да, это, видимо, черный чувак, да. Дальше есть чувак, который быстренько заменяет small incremental changes, по-быстрому, надо спойлер у тачки поменять, с маленького на большой. Ну, действительно, agile, все гибко очень, почему бы нет. И прямо рядом люди стоят за почтой в очереди. А, нет, они стоят за бабками, что сам, ну, почта, мы понимаем, что за бабкой. В Америке написано waiting for payment. Так, я думаю, waiting for payment это уже канбан сенсей, или нет? А, может быть, да, тогда это еще смешнее. Ну, окей, ладно, люди стоят тогда за почтой, они молятся, почему-то там, я не знаю, еще они там стоят, дико в очереди, и параллельно один с другим еще обсуждает, что можно поменять. В общем, ну, вы понимаете, agile. Канбан. Канбан следующая стадия, такая, следующая комнатка нашего, нашей инфографики. Здесь все серьезно. Здесь вот реально, канбан, это очень жесткая такая методология, когда все за всем следится, когда есть туду, какие-то карточки, есть которые in action, есть какие-то вопросы по ним, есть какие-то данного, как мы видим. И там чувак рыжий, или может быть девушка, я не знаю, передвигает эти карточки. Да, там у них суть, даже что есть недельный спринт, условно, есть еще дневной, что-то еще и за день должен все успеть, иначе тебя просто вот так. Да, и здесь есть люди, которые действительно, что-то успели, они входят в двери с целыми кипами, я не побоюсь этого слова, опять же, карточек. И есть канбан сенсей, который наблюдает все за этим. Он следит за тем, что все следуют туду листу. Конечно, и он, самое главное, он действительно уже сенсей, он в кимоно, в каком-то канбанном, видимо, кимоно, и смотрит, так, тут кто что делает, так, тут это все выполняется. Здесь... Просто еще, типа, опять клиент, можно я посмотрю за работой, и он случайно ломает фару? Он ломает фару, да, там хорошо, видимо, нельзя смотреть за работой. Вообще, вообще, тут написано, что скрам и канбан это две популярные методологии для того, чтобы организовать работу зачеркнуто и сбежать хаоса. Я не это хотел сказать, я хотел сказать, что мы в этот раз все время забываем прослушать. Мы только все смотрите, смотрите, вот уже мы слушатели, смотрите, посмотрите потом на ютюбе, тут очень крутая инфографика, понятное дело, что не очень хорошо это все воспринимается на слух, но мы помним. Да, мы помним. скрам, это вернемся опять же к гибким методологиям, как agile, скрам, это тоже гибкая методология, но чтобы избежать хаоса, так скажем, скрам призван тоже очень жестко наблюдать за всем, что происходит. То есть у вас есть, конечно, какая-то гибкость, но она всегда в рамках выполняется, чтобы вот не дай бог не... в рамках спринтов есть, конечно, еще такое, как на свалках, рейдеры в фоллауте, есть скрам-мастер. Здесь очень круто, здесь действительно людей как будто загнали в такой загон из дерьма сделан, это постапокалипсис такой дикий. Чуваки, внутри него, у них написано, что, блин, мы сильно сфокусировались на этом спринте и на цели. Да, на спринтах, 2-4 недели мы хреначим. Мы хреначим. И там действительно чуваки уже сварят там какой-то движок дикий, там тачка получится, не тачка. Там V6 полно. Да, V6, да. И вот скрам-мастер, собственно, есть чувак, который просто уже с копьем летит на чувака, он убивает. На клиента, и он защищает, видишь, потому что клиент бумажка, можно мы еще вот это, и он все, нельзя. Да, он там, не дай бог, ты не втиснишься вообще, там жесть, там чуваки делают вещи. Ну, скрам, мне очень понравился, скрам, мне нравится еще надпись такая, из железа скрама. тут прям вообще четенько все сделано, факела. Да, ну и лин, я сейчас напомню себе, что такое лин, лин это какая-то мягкая такая заработочка, бережливая производство. Начиная с МВП просто, я думаю, в этом суть, что итерациями сначала ты делаешь просто вон дерьмо, а потом по очереди накручиваешь. И это самая хипсерская тема, видимо, потому что, короче, вот эта дорожка, она и к лин тоже относится вот по дороге, и он даже самое минимальное дерьмо просто с рулем и то-то стирает. Он еще в шлеме, блядь. Не, ну он соблюдает. Очень круто. Вот бережливое такое, да, производство. Чуваки такие в хипсерских футболочках стоят. Там типа гитхаб, да, авиато, это, видимо, энвато. в общем, они такие все крутые стоят, действительно. У них есть уже МВП, это такая хренотень, которая просто повозка такая, знаешь, как картинг, причем самый примитивный, без движка, просто сиденье, руль и колеса. Оно все там немножко как-то задизайна, по фаз деливери, ну вы понимаете, да? и вещь, и минимал вейст, безотходное производство. Но правда, вон там вещь сзади все равно есть чувак, который типа все, что не это, не реализовали, выкинул. Выкинул. Но и он такой уже сидит весь бородатый, потому что ему плохо. Ну все, да. В общем, охрененная инфографика. Это можно практически распечатывать, действительно очень круто. Да, еще бы вот, конечно оправдать как-то, что некоторые из них спарены, не побоюсь этого слова, лин и скрам напротив друг друга, и канбан с agile'ом находятся в одном здании, но да, ладно, не будем. Переходим. На самом деле, у нас развлекуха не заканчивается, поэтому вы не переключайтесь, после разработки у нас начинаются соцки и светки, не побоюсь этого слова. Так, да, и начинается все, у нас очень политически в этом разделе. Что самое главное, политически и дизайнерски, потому что у нас сейчас будет тема про то, какого цвета, понтоновского цвета, Дональд Трамп. Дональд Трамп, вы сами знаете, что это один из кандидатов президента США, и здесь действительно целое расследование провели по поводу того, в каких цветах этот президент. То есть, не то, что даже какого цвета его флаг, логотип, может быть, а сам президент, какого понтона... Президент, простите, оговорочка по Фрейду. Кандидат в президенты. Дональд Трамп. И здесь, короче, сразу начинается вся тема. Вот вообще Дональд Трамп выглядит так, будто он действительно папуаз, вот без приколов. Как будто он такой загорелый, как будто он действительно из Африки откуда-то. Но... И, в принципе, люди даже гадают, видимо, какие-то злопыхатели или кто-то еще, типа из-за чего он вообще, может он там ест морковь там... Может быть, он просто Джоэси Шо, он, возможно, просто загорает. Ну да, тоже может быть. Да, может быть какие-то chemical pills, непонятно, какого хрена. А, возможно, тут очень круто, что он... Джоэси Шо, чтоб ты понимал, судя по всему, это фирма Автозагар выпускает. А, это не то, что Джоэси Шо. Это то, что он на побережье Южерси. У нее Джоэси, по-моему, нет побережья, она чуть глубже самого города Нью-Йорка. Spray 10, да, да, да. И здесь, короче, ну, пишут чуваки, что может быть у нее Beta-Carotin Edition, говорят, что мы вот взяли, без приколов. И тут конкретно сейчас про лицо пойдет речь и про цвет кожи. Там даже какой-то эксперт понтоновский. Мы взяли прям реально эксперта. Лай Лори Прессмана. Да. Вице-президент Pantone Color Institute. Без проблем. Определил, что цвет кожи Трампа это Pantone 161449 и действительно назвал его Gold Flame. Золотое пламя. Золотое пламя. Не побоюсь этого слова. Или золотой пламенный. Цвет. Просто это уже, я так понимаю, подогнали этот цвет под самого Трампа. То есть Gold Flame само название. Он состоит из нескольких цветов, как вы могли догадаться. И он здесь описывает вот, кстати, вот эти цвета есть. Что включает там Burnt Orange, Desert Sun. Вот всякое такое. То есть примерно цвета такие золотисто- оранжевые. Ну такие прям ярко- ярко-коричневые. Я не знаю даже как сказать. И здесь чувак слушай, я даже не знаю по-моему здесь да, в этом в задсе возможно он гадает что а нет, дальше что значит эти цвета. То есть возможно эти цвета кожи Трампа это что-то значит. Это не просто что он действительно Джойси Шорн намазался. А что вот этот оранжевый цвет первое Трамп 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 Возможно типа это отражает его сущность. Он такой быстрый и такой знаешь такой стремительный чувак такой резкий как морковь да, резкий как морковь как понос он такого цвета. Действительно то есть он не то что какая-то там Хилари Клинтон да, которая такая бледная как поганка он действительно такой резвый если что-то надо решить сразу там сюда мексов убрать все ну стену построить все это первый аргумент второй аргумент возможно Трамп из Orange because he wants to make things happen он просто хочет так скажем стать президентом потому что типа вот этот оранжевый цвет это такой брендированный цвет на всех брендах он используется чтобы люди доверяли этому оранжевому он прям крутой в фастфуде даже используется оранжевый ну хотя да оранжевый хотел сказать рыжий ну нет оранжевый чтобы стимулировать аппетит вот да а соответственно он говорит что если вы видите такого человека вы не то что у вас голод сазу будет дикий у вас просто будет какое-то движение рождаться в вас внутри но мы давно уже обсуждали что оранжевый он тебя ускоряет так скажем ты хочешь все быстрее делать если в Баку и поэтому в фастфуде ты во-первых жрешь во-вторых быстрее уходишь и освобождаешь места поэтому обратите внимание в общепитных заведениях часто оранжевые цвета присутствуют да это не просто так вот ну вот несколько причин потом говорят про цвет волос то есть цвет волос тоже какой-то Desert Sun видимо то есть ну нет какой-то там короче говоря у него цвет волос тоже такой особенный он тоже какой-то там непонятно освещение меняется просто везде действительно разный да но даже здесь пишут что иногда в некоторых на некоторых видимо фотографиях в некоторых местах при разном освещении И волосы, и кожа у него сливаются Реально, то есть он одного цвета Становится Но они же ты его изучили По полной И здесь даже есть Spirit Color, последний абзац Такой как бы О господи, у меня тут эти видосы запустились И цвет Духа Трампа Они также говорят, что Это вот такой Пантон 448С Какой-то видимо Олив Браун, какой-то видимо Как здесь написано Фекал Такого цвета И пишут, что возможно Этот цвет самый хреновый цвет Мы еще обсуждали эту тему На планете Так что да, по полной по нему Прошлись, начиная от того, что он там Дикий, необузданный Заканчивая тем, что он просто дерьмовый Ну да Ладно, следующая тема Из соцсетсек моя Дропбокс нам представляет Дропбокс Пейпер Система для Коллаборативного То есть совместного доступа к документам На самом деле Мы с Никитой Когда только начали это смотреть Я не очень понимаю Вообще это что И да Что-то похожее на Google Доки Только вот Дропбокс Пейпер Можно включить в принципе ролик Я не буду его со звуком включать Но Да Уважаемые зрители Обратите внимание Там рассказывают о том Что вот есть некая команда людей И вот они прям Работают Над каким-то приложением И в реальном времени Кто-то добавляет фотографии Скетчей И оно у всех Хоп В этом открытом проекте появляется Их сразу начинают обсуждать Писать сбоку комментарии Там даже ниггер какой-то Из директоров Спорить начинает А вот тут попробуем это А тут попробуем то На самом деле здесь несколько команд показывают И внутри Этих вот Пейперов Внутри этих документов Можно добавлять Встроенные всякие ролики С ютюба Чек-листы Типа списков И так далее И здесь нам как раз показывают Аха-моменты Что люди Они пишут список И вдруг кто-то другой Из их команды подключился И да А еще надо купить в офис туалетку Такие вау Блин Стопудово Так и надо Так и поступим Хоп-хоп И уже движуха Уже они начинают Следующую По Полину Практически Только тут по канбану Да Сразу начинать Нет не по канбану Поезжай Получается Главное Чтобы не по скраму Да Главное Чтобы не по скраму На то Все Начинаем сразу работать Двигаться Проверять И там практически В одном офисе Приложили видео В другом офисе Чуваки уже виртуальной Реальности Смой Да Да Точно Эврика Стопудово Здесь большое количество Всяких интеракций Сбоку Интеракции Можно так сказать Ну Взаимодействие Сбоку То есть слева Подписано Кто отредактировал Конкретно этот кусочек Справа Типа Как на медиуме Комментарии Типа Блин чувак Ты серьезный Типа Вау Супер Там стикеры Анимации Все красиво Код Даже можно встраивать И там автоматическая Подсветка Синтаксиса Все сразу так здорово Collaborate At the speed of thought Взаимодействие Со скоростью мысли То есть тут настолько Все можно быстро делать Оно мгновенно Если этот Дропбоксовский документ Открыт То сразу Если у тебя там Ты изменил То у меня на ноутбуке Тоже обновилось И слева подписал Что Никита Добавил это И я уже там Тебя подошел По плечу Похлопал Ну это действительно Очень 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 Напоминает Google Doc Но Единственное отличие Точнее даже Не единственное Не одно А много отличий Того что Вот в этом Дропбоксе Блин Здесь все Можно сразу И ссылочку Вставить И тудулистик И код Это прикольно Потому что в Google Doc Ты либо У тебя Ну там Практически Вортекс Либо Да Либо Ну Здесь Ну кто Таблицы Здесь пока Они не хвастались Что у них Удобное Представление Таблиц Здесь Что-то более Неформальное Какие-то планы Придумывать Конспекты Писать Что-то Вот Подобное Потому что Ну да Можно Естественно По папкам Все разбивать Как вы уже Могли догадаться Поиск Внутри Всего Доступен Все Очень Здорово Здесь Есть Несколько Примеров Типа Вот Можно Как документы Прикладывать Картинки Подписывать Take Meeting Notes Ну непосредственно Как я говорю Конспекты Какие-то писать Brainstorm Ideas То есть Большинство людей Накидывают Идеи Кстати Вот это Опять же Совместный Доступ К конспекту Какой-то Встречи Дает нам Максимально Полную Картину А вот Как Брайн Увидел Эту встречу Шоу Он главное Для себя Выдел А какой-нибудь Я не знаю Там Керри Как Ну и Версия Доступна Уже Если Вы Здесь Свою Почту Снизу Оставить Охренеть Я хочу Чтобы Наши Слушатели Попробовали И написали В комментариях Как вам Dropbox Paper Ну да На самом деле В инфраструктуре Dropbox Напрашивалось Нечто Подобное Просто Потому что У Google Драйва Такое Есть У iCloud Тоже Есть Там Pages Numbers Keynote И в Pages Как раз Что-то Подобное Там Тоже Легко Картинки Стравить Не знаю Насчет Видосов Не готов Ответить Но там Тоже Она Все Так Перетаскивается Не знаю Как Совместный Доступ Реализован Может быть Не так На лету Но в Майкрософтовском Офисе Можно И на лету То есть Там Прям Есть Режим В Офисе 365 По моему Опять же Поправьте Меня Если Я Не прав Когда Можно Прям Открывать Совместный Доступ Документ И Будут Подписываться Что Никита Тут Сейчас Печатает Саня Там И так Далее Поэтому Они Пытаются Как бы Сказать Впрыгнуть Еще В вагон Может Быть Не В последний Может Как То Предпоследний Еще Они Успеют Нормально Контроль Пройти Билетик Показать И Какую То Часть Рынка От Хапать Но Мы Дальше Идем К Ворд Пресс У меня Знаешь Что Я У нас Сегодня Такой Ворд Пресс Который Ну Вы Понимаете Пресс Действительно Качать Как Мышцы Пресс Пресс Ники У нас Как Мускулатура Давай Так Мы Про Трампа Не Высказали Своим Демон Вспомнил Ну Слушай Трамп Он Крутой Чувак Я Если Был В Америке Я Прошел За Него Голосовать Нихрена Ты Как Это Сейчас Неожиданно Открылась Не Я Она Победит 100% Она 100% Победит Но Я Пошел За Трамп Ну Вот И Посмотрим У нас Практически Здесь Пари Наклюнулось Ну Так В общем Тема Эндрю Шульца Что Знакомое Если Честно Ну В смысле По-моему Я Не Помню Старбакс Какой Шульц По-моему Тоже Эндрю Какой Тадам Не Важно Ладно 10 Самых Распространенных Ошибок Которые Сделает Вордпресс Разработчик Я Пока Погуглю Просто Давай Мы Гарит Все Люди Все Мы Делаем Ошибки Все Мы На них Учимся Но Давайте Попробуем Учиться На чужих Говор Шульц Ну Почти И Гарит Давайте Вывод На моих Ошибках Учитесь И Сразу Первое Выключить Дебаг Он Предпочитает Думать Эндрю Старина Что Надо Дебаг Включенным Держать Во время Разработки По крайней мере И он Нам Даже Предлагает Несколько Тут Определение Констант Вп Дебаг Тру Дебаг Лог Тру Чтобы Ошибки Файл Складывались Вп Контент Слэш Дебаг Точка Лог Убрать Вп Дебаг Дисплей Фолс Чтобы Влог Писалась А на Фронт Энди На самом Сайте Не показывалась Это Кстати Очень Неплохое Замечание Именно Для Того Чтобы Случайно В какой Нибудь Пусть Это И Девелопмент Версия Так Скажем Вашей Работы Но Чтобы Клиента Вашего Не Смущать Тем Что У вас 500 Ошибок Вы Может Их Поправите Послезавтра Но Он Уже Будет Заходить Блин Что У них Ошибки А Тим Ли Я Доверил А Тому Ли Я Дала Так Так Вот Ну Потому Что Там Еще Видно Где Они Отображаются Понятно Что Если Включен Какой Нибудь Дебаггер Типа X Дебагг То Там Написано На Строке Такой Там У вас Ошибка Но Все Равно Прикольно Видеть Что Конкретно В тех Местах Влогах Смотреть Как То Хотя Это Такой Прям Гиков Способ На самом деле Можно Об этом Подумать Просто Опять Если Вдруг Нужно С помощью Хука Вп Хед Или Не дай Бог Прям Хед Рп Ну Это Уже 100 Тысяч Раз Обсуждено На самом деле Большинство Из этих Вещей Очевидны Просто Мне Показалось Я Даже Сейчас Настаиваю На интерактиве Напишите В комментариях Как Вам Вот Такие Темы Про Вордпресс Которые Именно Best Practices Что Называется Потому Что Мне Кажется Что Это Настолько Все Очевидно Что Даже Говорить Не Хотя Для Каких Нибудь Дизайнеров Наши Дизайновые Темы Тоже Могут Быть Очевидными И Да Поэтому Да Пишите А мы Продолжим То есть Нужно Использовать Функции Register Script И NQE Script Для того Чтобы Ну и То же Самое Со Стайлом Здесь Наши Зрители Могут Видеть Пример И Вешать Их На Какой Нибудь Там Я Не Знаю Team Init Hook Какой Нибудь Такой Хотя Нет Там Есть Hook Как раз ВПН Куе Скрипт И Он Там Вовремя Не Все Правильно Да Соответственно С помощью Register Лучше Сначала Эти Скрипты Или Стили Объявлять Потому Что Если Вы Регистрируете Вы Можете Потом Сделать Дерегистер И Разрегистрирую В Каких Нибудь Своих Плагинах И Джей Квери Там Подсунуть Не С Гугл Библиотеки А Из Локальной Версии Из Который Вы Там Вы Тащили Все Нужное Ненужное Поэтому Присмотритесь Затем Как Вы Подключаете Скрипты И Стилей И Мы Двигаемся Дальше Третья Ошибка Это Не И Дочерних Тем И Модифицирование Ядра Вордпресс Все Мы Знаем Что Модифицировать Ядро Вордпресс Это Тупо Потому Что При Следующем Обновлении Все Модификации Будут Потеряны Поэтому Старайтесь Решить Любые Проблемы С помощью Хуков Экшенов И Фильтров Про Которые Мы Тоже Много Раз Говорили И И Используйте Дочерние Темы По той Жи Причине Если Вы Вдруг Используете Тему Которая Основывается На 2016 Не Надо Модифицировать 2016 Собственно Весь Функционал Можно И Например Проверять Есть PHP Конструкция Function Exists Определена Ли функция В данном Скоупе Вы можете Проверять Если функция Определена В Родительской Делать Точнее Если не Определена То функцию Определить И Таким Образом Дочерние Темы Подгружаются Раньше Родительских Функции Которые Вы хотите Переопределить В Родительской Вы можете В дочерние Переопределить Конструкция If Function Ну вот С Восклицательным Заком Если функция Не Определена На самом Деле В хороших Темах Типа 26 Все Соблюдено То есть Там Можно Просто Написать Дочернюю Тему Переопределить Какие-то Стандартные Функции Все Будет Отлично Работать Там Обновляться И так Далее Поэтому Подумайте Об этом Четвертая Ошибка Это Хардкодить Некоторые Значения Например Вручную Сайт URL Который Выводит Ссылку На Сайт Или Вот Очень Популярная Для Дочерних Тем Get Template Directory URI Для Того Чтобы Получить Адрес Родительской Темы Оттуда Что Ни Подключить Легет Стайл Шит Директор URI Чтобы Получить Адрес Именно Директории Вот Конкретно Этой Темы Не Родительской Поэтому Тоже Все Значения Не Должны Быть Магическими И Все Нужно Получать Или Из Базы Или Вот Какими То Такими Функциями Кстати Что Касается Баз Не Надо Писать Кастомные SQL Запросы Во Первых Реально Для Большинства Вещей Практически Для Всех Можно Использовать Обертки Типа Вп Квери Вп User Квери Вп Мета Квери И так Далее Но Если Вы Уже Пишите С Есть Определенные Свойства Например Вп Дебе Users И Это Название Таблицы Users Потому Что Стандартный Префикс Вп Нижнее Подчеркивание Если Вы Сменили На Что Нибудь Типа Вп 77 43 Нижнее Подчеркивание То Здесь Если Вы Будете Хардкодить Это Название Не Сработает Поэтому Используйте Динамическое Вп Дебе И Стрелочка Users И Как Сказал Крис Коэр Для CSS Для PHP И Для Wordpress Тоже Не Надо Никаких Магических Значений Пусть И Не Все Получаются Динамически Ошибка Номер 5 Не Выключение Индексирования Сайта Который Находится В Разработке Лучше Это Всегда Делать Хотя Поставить Галочку В Настройки Чтения А Лучше В ХТ Аксесс Написать Но Индекс Пока Разрабатываете Лучше Пусть Не Индексируется И Чтоб Не Бо Никих Дубликатов И Вас Не Пессимизировали Это Даже Не Столько К Ворд Пресс Относится Сколько Просто К Разработке Но Да Шестая Ошибка Не Проверяете Активен Ли Плагин Есть Функция Из Плагин Active Можно Папку Написать И Файл PHP Вдруг У Вашей Теме Или Вашем Микро Плагине Есть Код Который Опирается На Другой Плагин На Вукомерс Например А Вы Вдруг Не Проверили Работает Ли Плагин И У 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 Седьмая Ошибка Подгрузка Слишком Большого Количества Ресурсов Не Нужно Забывать Про Производительность Зачастую Каких-то Крупных Плагин Ах Типа Вукомерса Очень Много Скриптов Подгружается И все Они Подгружаются Отдельно И Отдельно Они Подгружаются Не для Того Чтобы Нас Выбесить А для Того Чтобы Мы Могли Отключить С Помощи У У У У Де Куе И Де Регистер Мы Их Просто Отключим Стили И Скрипты Вот Как В данном Примере Если Мы Не Находимся На Странице Корзина Зачем Нам Скрипты Которые Только Для Корзины Работают Можно Их Отключить И Повесить На Action VPN Куе Скрипт О Котором Я Уже Говорил Так Что Вы Подумайте Об Хотя На Могут На Лету Все Маленькие GS Файлы Если Там 15 Совмещать В Один И Подключать Этот Уже Совмещенный Это Конечно Сложно Настраивается Но Тогда Вы Сможете Добиться Прям И Того Что Вы Все В Одном Файле Но И Того Что Вы Выключили Лишние Чтобы Этот Файл Не Так И Много Весь Ошибка Номер 8 Оставили Admin Bar Нам Эндрю Рекомендует Оставить Только Для Администраторов Для Контент Менеджеров Убрать Admin Bar Но Это Конечно Спорный Вопрос Если У вас Сайт Новостной Он Сильно Опирается На Контент Менеджмент И Люди Которые Работают Они Знают Wordpress Я Привык им Пользоваться Например На Uweb Дизайне Добавить Новую Редактировать Нынешнюю Запись И так Далее Но Для Большинства Ваших Клиентов Скорее Сего Разумным Будет Конечно Ж Отключить На Почти Слушай Даже По-моему Где-то На Treehouse Кто Еще Помнит Такой Ресурс Из Наших Слушателей Там Были Практически Знаешь Видос Курс Для Этих Для Кастомеров Ну Да Для Клиентов Да 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 То есть В принципе Да Есть Люди Которые Профессиональные Именно Пользователи В Роспресс То есть Не Программист Там Много Таких Фишек Которые Скрыты Но Ты Ими Очень Будет Круто Пользоваться Да Но Вот Эндрю Нам Рекомендует Для Необразованных Клиентов Отключить Admin Bar Чтобы Он Их Не Смущал Девятое Есть Фильтр Get Text Который Можно Словить Любой Текст Из Уже Ну Вот Модуля С Корзиной Не Предоставили Нам Конкретного Фильтра Чтобы Изменить То Значение Или Не Предоставили Нам Переводность Мы Можем Сделать Get Text И Туда Функцию Translate String Если Вдруг Попалась Related Products То Перевести И Сделать Other Great Products Просто И Все Ну Вот Ни Разу Не Использовал Если Честно Напишите В Комментариях Если Вы И Буду Рад Какому То Фидбэку Именно Конкретному А мы Идем Дальше Десятая Ошибка Это Оставлять Стандартные Постоянные Ссылки Но Это Правда Хрень Когда Вот Get Запрос Вопрос П Равно 123 Лучше Оставить Сделать Пост Как Это Человекоподобный Урл Чип Вот Чтобы Вот Чтобы Они Были Тоже Это Делаете Вот Такие 10 У нас Ошибок Вордпресс Круто Какое у нас Менение Никита Я считаю Что Вот Такие Списочки Их надо Как-то Тоже Себе Запоминать И Потом Проверять По ним Все То есть Куда-то Вызбранное Добавлять Мы же Часто Такое Обсуждаем Я думаю Что У наших Любителей Вордпресс Пользователи Они Уже Должны Себе Набрать Багаж Таких Хрений И Проверять По Ним Свой Сайт Да Первая ошибка Использовать Вордпресс Ошибка Два Смотри Первый Ошибка Три Смотри Первый И так Далее Вплоть До Девятой Отлично И такие Бывают Комментарии Причем Это самый Топовый Комментарий Здесь Другие Комментарии Нет Такого Вообще Понятия Как Вордпресс Девелоперы Ну Тут Хейтинг По пол Но На мой Взгляд Статья Прикольная Кстати Ее нам Предложили В темах Вау Неожиданно Это не то Что мы Как обычно Отравили Чего Творца Да Это Нам Реально Предложили Возможно Это Кстати И ответ На мой Вопрос Типа Уважаемые Слушатели Скажите Какие Вам Понравятся И так Дали Следующий Вордпресс 4.7 Выходит С новой Темой 27 Вот Это Интересно Да Мы Когда Неделю Назад Или Хрен Когда Неделю Назад Мы Обсудили Что Будет Вордпресс 4.7 Началась Разработка И вот Определились Что Мел Choice Дама Из Automated А я Думал Что Это Мужик До Сегодняшнего Дня Оказалась Дама Она Опять Будет Дизайнером И Да В 2017 Будет Фуллскрин Хедер Наконец То Они Реально В последний Вагон Впрыгивают С Навигации Снизу Оно Все Будет Адаптивно Понятное Дело На всех Устройствах И Да Большого Большое Количество Изменений В Кастомайзере Будет Наконец Наконец То Кастомайзер Заживет Полной Жизнью Они Ну Короче Да В этой Теме В Кастомайзере Надо Будет Вот Вспомни Как Там Сейчас Надо Кликать И Вот В Дефолтной Теме Уже Вот Такой Функционал Че Тоже Космос Вообще Охренеть Ну И Да Для Фронт Для Главной Страницы Будет Как То Проще Статическую Страницу Организовать Понятия Не имею Как Это Будет Смотрим Ждем Ожидаем На Впт Верни Будут Определенно Новости Здесь Есть Уже Картинки Я Попробую Для Наших Зрителей На Твенти Севантин И Там Реально Там Большая Страница С Гигантскими Картинками На Всю Ширину Ну Так Не Ну Типа Современненько Всегда Вот Эти Ворд Пресс Вске Тема От Утом Эти Ну Прикольно Хочется Посмотреть Че Они Сделали И Сделали Ли Какой Прорыв Как Была Твенти Твелф Или Какая Там Даже Твенти Твент 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 С Рамочкой Тоже Неплохо Ну Точно Лучше Чем Твент Эти Четырнадцез Посмотрим Датвент shall Прорыв Ты Прав Это последний из канонических, которая реально крутая. Ну да, здесь тоже, опять же, возвращаясь к твоей статье про PHP, неправильный путь, здесь стоит почитать сурсы, они неплохие. Хотя там, конечно, очень много лишнего, как и в той теме Underscore S, которую они позиционируют как тему для начинающих, где посмотрите, там много лишнего, честно скажу. Много вообще, да. Блин, можно вообще с нуля это писать очень чисто, чисто. Да, да. Ну вот, поковыряться можно, если вы уже feeling lucky. Да, мне кажется, наоборот, ковыряться, она такая, ты сначала лох, а потом уже лучше не ковыряться. Не, ну можно ковырнуться и просто хотя бы носом поводить, типа, а мы вот уже делаем по-другому и так далее. Да, да. Переходим в научпоп. Круто, круто, научпоп. Тут, слушай, написано моё имя, и, наверное, я должен дать эти две эти. Ладно, окей, научпоп. Приметы о погоде проверили статистикой. У нас, на самом деле, такие приземлённые, но, тем не менее, витающие в облаках, и каждый день обсуждаемые темы. Вот, приметы о погоде проверили статистикой. И вы не поверите, здесь будет немного про Яндекс, что компания Яндекс таки своими вычислительными мощностями своих серверов проверили, что некоторые приметы, которые вот народ придумал... Я сейчас просто прочитаю эти приметы, вы наверняка их все знаете наизусть, я просто в вас уверен. Они проверили, что действительно какие-то приметы сбываются, и мы сейчас вот посмотрим, какие. Согласно сообщению компании, то есть Яндекс, к этим приметам относятся. На Самсона дождь семь недель тоже. Это 10 июля, то есть если 10 июля был дождь на Самсона... Семь недель тоже будет дождь. То есть, семь недель каких-то будет хреначи. Ну, с перерывами, но тем не менее. На Моке мокро, все лето мокро. Как вам рифма? Какая прям забористая, уникальная. Да, Моке это 24 мая, если вы не знали. На Благовещение день тихий, теплый, лето такое. День тихий, теплый, лето такое же. Если на Благовещение дождь или пасмурная погода, лето будет дождливое. 7 апреля. Вот 7 апреля это Благовещение. В общем, вы понимаете, вот такие вот такого типа приметы оказывается сбываются действительно. И здесь небольшое пояснение. Это спойлер уже? То есть, реально какие-то сбываются? Спойлер, да, спойлер. Да, сейчас будет, сейчас будет, сейчас круто будет. Действительно, многие люди до того, как не было интернета и всякого-всякого, они по приметам гадали. И, скорее всего, ну, раз есть примета, то многие люди испытали, так скажем, такой экспириенс. Ну, я согласен. Просто нельзя сейчас с нуля это придумать. Нельзя. Поэтому они верили приметам и приметы сбывались так или иначе. Я не говорю здесь про приметы про то, что помыл машину и пошел дождь на Моке. Или там не на Моке. Это в любой день сбывается. Да. Но, тем не менее. Вот. И для проверки Яндекс отобрал 12 примет, привязанных к конкретным датам в году. И сопоставил их прогнозы с погодной статистикой за 36 лет. С 79 по 2014. Где, интересно, эта статистика хранится? И как они ее оцифровывали? Наверняка же она в блокнотах. Личного Бобука на Компеду. Теперь да. Вот. И для 16 городов про Скейли. При этом погодная статистика бралась для 5 дней. 2 дней до даты народной приметы. Дня примет и 2 дней после нее. И, в общем, смотри. В результате, что выяснилось, что примета про Самсона сбылась в более чем 70% случаев. Прекрасно. И лучше всего в Питере. Но все, что про дождь в Питере, я думаю, сбывается без проблем. Угу. В этом городе она сбывалась в 91-м. Просто льет и льет. Как бы на Самсона, не на Самсона, на Моке. Просто льет. Кстати, в Челябинске всего в 50% случаев это понятно. Да, здесь есть табличечка. Да, здесь есть табличечка, в которой действительно можно посмотреть, где что, как сбывается. И прикольно, прикольно. То есть, посмотрите. Дальше, что на Моке Мокре оказалось справедливо чуть больше, чем в половине случаев. Это же касается и приметы о Благовещении. Наиболее точно Моке работает в Краснодаре. По статистике здесь приметы сбывалось 67% случаев. То есть, они все это измеряли для каждого. Благовещение для Казани. 59%. То есть, они своими мощностями, серверами, я напомню, это Яндекс, делали вещи. И здесь дальше, короче, исследование также выявило, некоторые приметы могут часто сбываться для одного города, но реже для другого. То есть, например, для Москвы наиболее часто сбывающимися приметами оказалось Самсон 72%, Благовещение 65%, Анна Зима Указательница. Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму. На средине снежок, весной дожжок. Я вот это, мне больше всего понравилось. И Мокий. То есть, для Москвы круто сбывалось. Яндекс также определил... Я думаю, когда приметы все эти писались, так скажем, в принципе, только Москва колонизирована была. Ну, как бы, Николай, ну, вот и понял. Да, да, да. Таких городов, как Челябинск, в принципе, не существовало. Там бы свои какие-нибудь приметы были, но да. Да. И здесь я просто дальше уже не будем вдаваться в подробности, но эти чуваки, они так настолько погрузились в это, что они перенесли на некоторые даты, то есть, вот, допустим, если бы средень был не тогда, когда он был, а был, допустим, на день раньше, то он бы сбывался еще чаще. То есть, там они перенесли и эти приметы можно даже скейлить по-другому и сделать их по-другому. Но мы не будем людей, которые в среднем верят переубеждать, они верят в эти дни. Ну да, вот здесь просто минус 13 дней по старому стилю Яндекс что-то делал и тогда сам сон сбывался в 93% случаев для Москвы. Вот. То есть, возможно, по-старому-то лучше жилось людям. Скорее всего, да. Да, правда, Яндекса тогда не было, но тем не менее. Ну, вот, такая интересная история, на N plus 1 RU. Что мы делаем? А, мы переходим к следующей. Мы переходим к заключительной части нашего вот подкаста без ваших тем. А дальше вот ваша тема немножко и будем прощаться и обойкой. И все, что вы ждете, это обойку, я знаю. Но тем не менее, про Илона Маска тоже надо сказать. Никит Дмитрий Кананыхин, как я понимаю, этот чувак ни хрен с горы. Мы можем открыть его на Фейсбуке. Он написал заметку длинную очень. Он здесь, у него как подобает крутым чувакам, он в галстуке и... Хэдер такой у него. Горьковская литературное премио. То есть он чувак, который занимается деятельностью какой-то и, видимо, шарит в космосе. Потому что он, видимо, литературной деятельностью занимается, но все равно при этом в космосе шарит. Потому что он работает в писатель, то есть он писатель, видимо, учился в Бауманке. То есть он, он крутой чувак. там из балашихи очень какой-то московский чувак бауманка москва до москва да 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 и вот этот огромный пост пост про тот самый инцидент который мы я не помню обсуждали обсуждали что фалкон 9 как раз вот неделю назад и обсудили подзорвался вот прям реально ракета та самая которая илон маск который гордился они садили несколько раз ну понятно что это может быть модель другая но тем не менее она взорвалась при старте когда вот прямо ракета взлетала она взорвалась им здесь чувак говорит что он увидел в твиттере илона маска что илон маск не знаем что произошло честно говоря вот реально пишет пока не поняли что такое но есть на что мы услышали небольшой такой взрывочек такой хлопок не громкий удар не громко да не громкий удар в самой ракете это до взрыва как вы понимаете то есть до того же все жахнуло был еще такой какой-то хоп хлопок такой что-то произошло и потом взрыв и они вот исследуют и не могут понять чё реально ну как пишет илон маск своем твиттер это все-таки попсовый twitter все его читают и он написал так но здесь чувак разбирает и здесь чтобы чтобы ты понимал здесь чувак реально пишет несколько версий чё за хлопок был он пишет что если гриц специалисты spacex до сих пор говорит реально не поняли то они или тупые или они специально скрывают это или все уже spacex скатился значит почему потому что если они до сих пор не сказали что случилось в районе стыковки магистрали заправки и дренажа со второй ступень это большой ой так как они наверняка знают причину да то есть он имеет ввиду что люди скрывают из просто из-за вот вот этого рекламные компании я скорее всего там жуткая халатность там он сказал что в конце сообщения скажет сюда да да я просто хочу сказать что господин илон маск еще в своих твиттер написал что это хрень просто и одна из самых больших наших ошибок там знаешь мы давно так не обсирались вот такое да действительно можно вот это все пропустить то есть люди просто пройдите по ссылке почитать чувак пишет про и там я плотный жидкого кислорода я старался я старался честно но я не смог я и вообще вот просто свидание прочитайте может быть вы поймете что происходит но тем не менее да там там какой-то действительно какой-то газ один из них что-то толкнул и что-то подзарвалась рядом и что-то там в общем такая очень оплошность которую вот реально чуваки которые занимаются космосом и строение ракета строением они не должны допускать таких ошибок но вот халатность была совершена я сейчас действительно пойдем к видимо последнему абзацу короче говоря пузырь воздуха подтолкнул сзади жидкий кислород а жидкий кислород нельзя быстро толкать уж он сразу взрывается да вот если это гидроударно заправки если это гидроударно переохлажденном кислороде то это неустранимая конструктивная ошибка надо или уменьшать расходы заправки увеличивать время заправки и резко увеличивать потери кислорода за счет испарения заново проверять все дренажи на заново все нудные упорно отрабатывать месяц месяц и месяц и тяжелой работы никаких пусков никаких пуков практически в общем это бабки 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 самое неприятное надо что-то как-то объяснять миллионам пытливых фанатов частного космоса чтобы они ни о чем не догадались это нетривиальная задача но я уверен что блестящая пиар служба spacex с этой задачей справиться пишет дмитрий ну в общем вот такая интересная заметка почитайте чувак наш русский спокойно что-то раскопал возможно он конечно основывался на чем-то там на реддите зашел просто на spacex литератор причем до литератор тут там много чего пишут в комментах что дмитрий вас сейчас заберут в spacex вы не дергайтесь но якобы что он крутой вот вот так прикольно в принципе все слушатели на у нас сначала внезапно комментарии с youtube а вы вот думали что на ю тубе можно не писать умный комментарий а можно но мы конечно приветствую что вы писали все-таки на сайте какие-то темы предлагали но если вы случайно на ю тубе написали могут сейчас посмотрим комментарии от андрея самохвалова он сначала нас хвалит что парень так образовался вашему подкасту и спасибо спасибо и первый пункт он хочет сайт для вдохновения я почему-то хотел у тебя спросить сайта для вдохновения меня в голову приходит я подписан на рассылку от тайп китае они каждый тайп кит это от адаме от адабе до за хостин и шрифты веб шрифты так вот они почти каждую неделю может быть каждые две недели выкладывают такой пост сайт свой лайк там два-три сайта в котором очень прикольно используются шрифты от тайп кита но и сами сайты прикольно ну естественно то есть как бы прикольно это в основном сайт это шрифты там тоже прикольные но тем не менее отлично отлично мне уже нравится но на самом деле если слушать наш подкаст нас тут для вдохновения охренеть чего монтей казинс которая не только сайты но есть он именно хочет именно вот шокирующий сайт и в код ропси тоже есть такая рассылочка можете просто погуглить на слух через сику drops там тоже всегда первым пунктом и по сайтов вы of the week или как-то так типа для вдохновения вот хотя бы эти смотри и уже нормально а там дальше уже в принципе и попрет дальше вторым бунтом спрашивает или например другая тема можно ли сделать крутой сайт без джей клэри или там бут струб и прочей лабуды как по мне код получается куда круче и легче но мы собственно вот по этому пункту ответили в теме про php и неправильный wrong way про то что действительно можно что-то не использовать какие-то даже библиотеки типа джей клэри а написать сама можно но это будет короче говоря дольше и в некоторых командах тебя не поймут и тут это все вопрос того по поводу того что если ты действительно будешь костылить джаваскриптом а не использовать джей клэри то я не представляю возможно ты проиграешь и в скорости и просто на тяг на дуракому с производительности может и выиграешь и где-то даже будет прикольно оценено что ты не используешь джей клэри все это цели зависит над на вопрос можно ли сделать можно до третий пункт ну и конечно проблема современных 7 ассистем ну и здесь про то же самое что 7s к плодит кучи файлов куча лишнего кода и т.д. это тоже все к тому все к тому на это к тому что печки неправильный путь не нужно использовать фреймворки везде везде не нужно но для большинства типовых решений wordpress очень прикольный здоровский почему бы и нет окей ответили на youtube идем на темы слушателей на сайте у нас так как мы в прошлый раз про вафлили и не сказали про эту хрень есть один ценный комментарий который я позволю себе зачитать прям как вот автор антон написал я тут давеча посмотрел видео где некий предприниматель описывал процесс разработки его стоимость скобочках речь идет о веб-сайте и назвал цену в два с половиной миллиона рублей за сайт и полтора за лендинг то есть чувак даже за сайт это не считает лендинг ну там видимо хотя бы пять страниц на том сайте за два с половиной миллион и внимание вопрос как вы думаете какого сорта пиво должно вываливаться из системника когда пользователь заходит на такой сайт я сейчас свой ответ сначала зачитаю сайта потом ты скажешь что ты думаешь давай но это четенькие сайты в которых все исследования проведены и которые поддерживаются в течение какого-то времени меняются ну то есть ничего удивительного на самом деле ну и я продолжу если какой корпоративная визитка для газпрома да там все должно быть идеально выверено там каждая буковка на своем месте да даже не для газпрома они-то могут себе позволить чего угодно для какого-нибудь нового товара на стле например для кого-нибудь удлиненного китката лендинг я думаю столько и стоит потому что там каждая буква она должна детей и взрослых и вообще она мертвых должна поднимать и тащить в магазин чтобы они пошли купили новый батончик и там я уверен и горы и би тестирования прав проводятся и вообще то есть ну целое дело такие сайты делать поэтому как вы думали там из этих полутора миллионов там же не все на разработку уходит там на маркетинг я думаю большая часть ну если мы бывают конечно и просто так скажем акты обнала но вот я хотел то есть давай как хороший плохой злой полицейский но на его хороший сказала я как плохой скажу но из полтора миллиона злой нет она откатили как бы миллион четыреста так вот именно то есть тут все с комиссии там обналичили просто эти деньги назад вернули и все ему какие вопросы хоть как это называет пусть будет откат элегантно но пиво действительно должно вываливаться я считаю из таких сайт да как темные нефильтрованы прям до то жестянка не это значит страшно копнуть в сайты которые для типа не госуслуги госуслуги все-таки профессионально сделан очень круто а вот именно с таким предназначением что-нибудь сделать какие-нибудь знаешь какая-нибудь кадастровая палата они сделаны если да и сервис сайт и ты заработал твоя шестом на java аплета там страшно там стал да он конечно работает но там страшно но я думаю что большинство страшностей они за безопасности сделан тоже не за legacy то есть там просто нужно чтобы даже в самых старых пенсионка где на дискетах носят еще инфу там тоже чтобы за на legacy но вот такая вот вот такой сегодня подкаст получился я уже прям свернул до бойки а бойку я помню а бойку я помню и тут вопрос в том что подкаст у нас это живое здесь или не живое но если это живое то это муравей в муравейнике справа потому что ничего другого чего похожего на наш подкаст я здесь не вижу ну может быть это девушка которая заходит в такой теремок который не низок и невысок хотя он возможно низок и для слушателей я просто скажу что на фотографии находится действительно такое деревянное здание избушка но не на курьих ножках а почти и туда за заглядывает какая такая хипстерская девочка с каким-то с рюкзачком до рюкзачком я не знаю что она хочет там найти то есть скорее всего все таки девочка это наш слушатель какой-то и за конечно наш подкаст внутри ящик пандор во в тапках возможно до этого подкаст чередингера пока она не открыла его она не знает хороший он или плохой подкаст одновременно и крутой хороший да но только что там окон нет у нас окон нет подкасте мы все-таки смотрим зато труба есть если ты посмотришь выхлопная труба она конечно соснами сливается на но у нас да у нас окон нет но выхлопна бомбит все в принципе нормально для функционирования хватит может быть это баня по черному может быть окно сзади может быть даже на самом деле смотреть то некуда потому что но прям интересно понять где географически это место находится какого хрена там в этом домике ну да пишите в комментариях хороший это или плохой подкаст вы то его уже наверное послушали посмотрели раз мы в самом конце с вами уже разговариваем и да не забывайте что все темы есть в описании все темы есть на сайте не забывайте предлагать нам темы на следующий раз на сайте в сайт баре не забирайте не забывайте нам донатить его design.ru слэш данный и да не забывайте подписываться на нас соцсетях в контакте в твиттере фейсбуке в инстаграме в google плюс есть канал в телеграме есть чатик в телеграме ссылку можно попросить в личке и да с вами были никита тарасов и александр агенчаров удачного всем дня до следующей недели пока пока